Пум-пум-пум пум-пум-пум Пум-пум-пум-пум Пам-па-па-па-па-па-па-па-па Уважаемые друзья Леди and gentlemen Madame and Monsieur Ничего что я по-английски говорю Товарищи и товарищи Мы начинаем главное событие Июля Финал второго отраслевого фестиваля авторской песни и поэзии городов Росатома. Уран-235! Аплодисменты. Уважаемые друзья, мы приглашаем сюда наши уважаемые жюри. И еще раз я хочу напомнить. К сожалению, в нашем присыщенном информации мире очень часто мы видим и слышим людей, которых не надо бы ни слышать, ни видеть. Лучше бы их запереть в темной комнате, помыть их хорошенько, научить русскому языку, а потом можно их сажать на второй ряд, не на первый. А сегодня у нас будут как раз те самые люди, которые десятилетиями авторской песни России около 60 лет, десятилетиями, порой совершенно без всякой посторонней поддержки и помощи, поддержкой была только их семья, несли, несут и, дай Господь, будут нести высокое звание носителя великой культуры нашей страны. Мы считаем, что главное достижение России – это не ее огромные размеры, ни нефть и ни газ, а это ее великая культура, которая помогла этой стране, самой большой стране в мире, в котором живет, к сожалению, не очень много людей сегодня, устоять при воздействии наших партнеров с севера, запада, с юга и востока. И произошло это не потому, что у нас самые большие в мире самолеты и самые мощные в мире ракеты, а потому что у нас самая крепкая душа и источники силы людей, которые говорят на русском языке – это творчество тех, кому с нами сегодня посчастливилось быть в одном зале. Вот они подходят, я буду их называть. Это Вадим и Валерий Мещути, аплодисменты. Это Вадим Владимирович Егоров, Татьяна Висбор, Александр Завенович Мерзоян, Дмитрий Богданов. Мы с ним примерно до возраста, поэтому, Дима, извини, я без отчества. Дмитрий Степанович Богданов. Правильно, да? Вот, аплодисменты. Это Алексей Иолевич Витаков. Он зачем-то прикрывает голову. Видимо, надеется, что если прилетит метеорит, то этого хватит. Вот. Это Вадим Владимирович Егоров. Это Веста Солянина. Это Валерий Чечет. Ну и Александр Моисеевич Городницкий. Ну и большой увидится на расстоянии. Валентин Иванович Вихарев. Аплодисменты. Дорогие друзья, Наталья Приезжева. Наташа, ну, извини, я вот, как Тетелев, когда я или говорю, или думаю, одновременно, к сожалению, у военных не получается. Да. Наталья Приезжева. Аплодисменты, дорогие друзья. Наталья Дудтина и Наталья Кучер. Они тоже с нами, они тоже здесь. Значит, во-первых, в строках мы хотим сказать, что, дорогие участники, пожалуйста, подтягивайтесь. Я хочу еще раз извиниться от имени нашего высокого жюри, потому что мы своим узким кругозором не в состоянии измерить ваш необозримый интеллект. Поэтому кто-то нам в этот раз понравился больше, кто-то понравился меньше. Вы уж извините. Жизнь безгранична, фестивалей у нас очень много. Нам, конечно, очень важно, что именно вот эта самая главная отрасль жизни нашей страны, Росатом, проводит свой фестиваль авторской песни, потому что без слова невозможно сделать ничего. Сначала было слово, а потом уже были ядерные реакторы, потом уже были танки Т-34, потом была победа и все остальное. А сначала было слово, сначала была душа, которая оказалась крепче, чем все наши противники. Дорогие друзья, поэтому кому-то повезет в этот раз больше, кому-то повезет в этот раз меньше. Ничего в этом страшного нет. Самое главное, что мы вместе, что мы поем, что мы вместе чувствуем живое дыхание жизни, протекающее сегодня через наши бренные тела, уязвимые, очень ранимые. И еще раз мы хотим извиниться. Дорогие друзья, кому-то повезет, кому-то не совсем. Но одно могу сказать, что сегодня будет великолепный звук, за что мы еще раз благодарим наших мастеров звук, аплодисменты. И сейчас мы будем начинать. Значит, несколько просьб есть, уважаемые номинанты. Во-первых, просьба настроить ваши инструменты. Если вы выйдете на сцену и начнете дергать струны и настраиваться, это будет не совсем правильно, потому что времени мало, к сожалению. И поэтому просьба сделать это сейчас. Далее. Мы будем работать следующим образом. У нас семь конкурсных номинаций, которые будут сейчас представлены на сцене. Я буду объявлять номинантов, список номинантов. Просьба номинантов в соответствии, участников в соответствии с этим списком готовиться к выступлению. Чтобы просьба позвать всех, я вот сейчас специально долго говорю, занудно, извините, чтобы подтянулись те, кто, может быть, еще не успел собраться. Итак, где Татьяна Николаевна Маталина, аплодисменты. Татьяна Николаевна Маталина, это наше все. Танечка, начинаем, да? Махни рукой. Поехали. Итак, внимание, внимание, дорогие друзья. Участники нашего фестиваля, авторы-исполнители из 19 городов, в конкурсе приняли участие 95 человек, 7 конкурсных номинаций. В финальный концерт, который пойдет по номинациям, при этом на сцену выйдут не только конкурсанты, но и жюри конкурсных площадок, дорогие друзья. Жюри я уже представил. Я думаю, что все помнят и все гордятся. Еще раз напоминаю, дорогие друзья, доставайте ваши фотоаппараты и фотографируйтесь с этими замечательными людьми, которые на самом деле настоящие звезды, настоящие классики. Это настоящее, это то, что прошло проверку времени. Это песни, которые поют сейчас в глухой тайге, в войсковых частях, везде, где люди действительно хотят жить по-настоящему. Поют песни людей, которые сегодня у нас в жюри. Итак, внимание, внимание, программу открывают самые юные участники, детская и юношеская номинация, с которыми работала наша замечательная Наталья Приезжева, дочь и внучка офицеров Советской Армии. Мы приглашаем ее под ваши аплодисменты на сцену. А приготовиться нужно Людмиле Овчинниковой, дуэту Мария Шихова и Ксения Галиева и Алексею Гришину. А чего вы не хлопаете, товарищи? Наталья Приезжева. Не удивляйтесь, что я вышла с гитарой. У нас в этот раз маленький сюрприз. У каждой номинации есть такой свой, извините, гуру. Так вот, я хотела бы представить маленький отряд моих будущих больших авторов. Значит, я второй год уже, только сколько фестиваля, возглавляю этот удивительный конкурс, ну, не побоюсь этого банального слова, будущего авторской песни. Это наши ребята, которых вы сегодня услышите. Они талантливы, действительно. Их пока немного, но это не важно. Для начала я хотела бы спеть песню на стихи мною любимой, и не только мною, на стихи поэта московского Анны Наль. Называется как раз, по-моему, к месту «Утренняя колыбельная». Как вода падучая, с неба до дна, Падает под утро капли звезда, Падает в колодцы, всплыть ли затонуть, Некушачий лодцом трону глубиной. Ветка покачнулась, скрипнула стена, Что-то им почудилось в мире сна. Спи, мой ненаглядный, близок день, Встала над полями утренняя тень, Встала над полями утренняя тень. Там-на-на, 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 там-на-на. Звезды закатились, тучкой напиши, Нежность моя тихо тебя сторожи, Как вода падучая, с неба до дна, Падает в колодцы, упрыть звезда, Падает в колодцы, упрыть звезда, Та-на-на, там-на-на, 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 Там-на-на-на-на, там-на-на-на, там-на-на-на, Светлые мажорные звуки песни Наталья Приезжева. Благодаримые аплодисментами. Я полковник, мне видней. Дорогие друзья, мы просим участников выступлений выходить и садиться вот сюда на первый ряд, чтобы мы вас видели. Мы приглашаем на сцену жителям замечательного города Новоуральска. Им спасибо за то, что они приехали и представили такую замечательную команду. Лада Овчинникова. Приготовится дуэт Мария Шихова, Ксения Галиева и за ней Алексей Гришин. Продолжение следует... Анатолий Киреев, Пирога Плывут немые облака, светла дорога. По ней прозрачно и светла скользит пирога. Скользит пирога над землей в лучах рассвета. И мальчик спит в пироге той, похож на лето. Он спит, не ведая, куда, несет течение. И жизнь не радость, не беда, а приключенье. Рука не трогает весла, несет пирогу. Вода прозрачна и светла, и слава Богу. Сойдется тихая река стрекой познаний, И образуется река воспоминаний. И покачнется тяжело его пирога, И он возьмется за весло. И слава Богу. Он поплывет через моря и океаны, И он увидит, как горят сердца и страны. Ночей путней штормовых случится много, Но он останется в живых. И слава Богу. Пирога по небу парит в седую просень. В пироге той сидит старик, похож на осень. Рука не трогает весла, несет пирогу. Вода прозрачна и светла, и слава Богу. Вода прозрачна и светла, и слава Богу. Вот дяденьки и тетеньки. Как это нужно делать? Прилетела бабочка. Обратите внимание, вот там сидит на правом портале. И бабочка сидела, когда она пела. На сцену приглашаем Новый Уральск, Мария Шихова и Ксения Галиева. Приготовится Алексей Гришин. Дорогие друзья, я прошу вас, пожалуйста, Вы сейчас забудьте, что вы участники. Вы будьте просто зрителями. То есть вы, пожалуйста, помогайте своим товарищам по цеху. Хлопайте, подпевайте и так далее. Улыбайтесь. Вот так. Давайте сделаем праздник. Праздник делают зрители. Спасибо вам большое. Новый Уральск, Мария Шихова, Ксения Галиева. Журавлики, автор «Неизвестие». Журавлики, автор «Неизвестие» «Це» «Летят» «Летят» «И все сильнее». «Слышна в их кликах грусть?» «Да есть ли где роднее для них земля, чем Русь?» Уши к невидам туча, закрывших небосвод, Паломников летучих, что за морями ждет. Не высказать словами, что на сердце лежит, Журавлики за вами, душа моя летит. Быть может, им готовы прекрасные саны, До сей поры Христовы, хранящие следы. Уши к невидам туча, закрывших небосвод, Паломников летучих, что за морями ждет. Не высказать словами, что на сердце лежит, Журавлики за вами, душа моя летит. Развеет север хладом в России листопад. Над опустевшим садом журавлики летят. Журавлики летят. Журавлики летят. Марина Иванникова «Мы как птицы» Как птицы улетаем за теплом В поездах авто и белых самолетах И встречаем по пути кого-то, Чтобы песню написать потом. Море лодки, в небе чайки, Две недели без печали. Десять дней и плюс дорога, Это даже очень-очень-очень много. С ноября в сентябрь шагаем мы с тобой Через пальцы и щелки. Солнце пропуская на лицо светить, Теплые какая и по щеколадкам прыгает прямой. Море чайки прокричали о любви, О начале, сговорившись с такелажем, Как на курс веселья ляжет. На неделю наше лето Догонять на Урале За три дня проходит лето И не очень жаркое при этом. А зимой так холодно, ух, опять. А я под парусом не парюсь, Только легкая усталость Разольется в теле тесном, Как по морю, как по морю наша песня. Да, с друзьями я не парюсь. Лишь приятная усталость Разольется в небе тесном, Как по морю, как по морю наша песня. Мы как птицы улетаем за теплом, Мы как птицы улетаем за теплом, Мы как птицы. Спасибо большое, дорогие друзья. Мы хотим сказать, Поблагодарить Марию и Ксению За их потрясающие выступления. Я думаю, вы меня поддержите, Что Аба, Бакара и все остальные Отдыхают. Но, один момент. Все поют по одной песне. Кто понял, что я сказал, Помашите правой рукой. Правой рукой, молодцы. Если жюри скажет, Надо вторую песню, Вадим Владимирович Егоров Скажет, нужно вторую песню. Вадик, ну я должен это сказать, Я же ведущий, я же должен что-то, да. Вот он поднимет руку, Значит, поют вторую песню. Все поют по одной песне. Поняли, да? Дорогие друзья, Алексей Гришин Приглашаем на сцену. И это все славный город Новоурельска. Центр русской культуры. Не понял. Вы кричите по одному, кричите. Озерск. У меня написано Новоурельска, извините. Озерск. Тем более. Тем не менее, все равно он Центр русской культуры. Да? Вы же не будете это оспаривать. Вопрос не в названии, дорогие друзья, А в душе. Еще раз. Алексей Гришин. Озерск. Здравствуйте. Юрий Висбор в военной фотографии. Доводилось нам сниматься, И на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием «Потокор». Чтобы наши цветотени сквозь военные метели в дом родимый долетели под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, с сухопутьем и морями, шли, куда велел приказ. Встань фотограф в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Кто-нибудь потом глядится в наши судьбы, в наши лица, В ту военную страницу, что уходит за кормой. Но остались годы эти в внепроме, в промпортрете, В фотографиях на память для отчизны дорогой. Большое спасибо, дорогие друзья. Мы переходим к следующей номинации. Мы хотим всех поздравить с 70-летием атомной отрасли России. 70 лет победы, 70 лет атомной отрасли. Следующая номинация – авторы произведения отраслевой тематики. На мой взгляд, это очень сложно. Пытаться своими скудными средствами выразить то величие, которое представляет из себя жизнь и работа Росатома. И поэтому, конечно, возглавляли жюри Наталья Кучер и Александр Завенович Мирзоян, которых мы просим сейчас на сцену со своими выступлениями. Я хочу со своей стороны сказать, что вам, поскольку вы все работаете в Росатоме, большое вам спасибо от людей, живущих в России, потому что мы понимаем, что без Росатома невозможна жизнь нашей страны, в наших сегодняшних условиях, без того, что вы делаете, без вашего ежедневного труда. Александр Завенович, вы идете на сцену петь. Да. Вот. И поэтому спасибо вам большое и низкий вам поклон и поздравления с 70-летием нашего прекрасного праздника. Александр Мирзоян. Дорогие друзья, я понимаю, что когда ты существуешь в определенном пространстве именно рабочим, я уже вчера на выступлении говорил, что я тоже принадлежу, как нам говорили, работа у нас физическая, поэтому мы физики. И писать на такую тему очень сложно, даже когда ты всем сердцем прикипел к своей работе. И вот я, проработав 30 лет в экспериментальной физике, и в ядерной, и в физике ускорителей, тем не менее ни одну песню на эту тему не сумел написать. Хотя очень хотел, вы понимаете, что у нас тоже было много дат, юбилеев, и институтских, и ядерных, и юбилеи разных открытий, тем не менее. И ко мне, естественно, обращались, говорят, ну, старичок, ну ты же у нас это самое, все можешь. Не получалось. И поэтому я с большим уважением и трепетом относюсь к людям, которые умеют это делать. И надо сказать, умеют, как выяснилось, очень здорово. И вы сейчас в этом убедитесь. А сейчас я попрошу мою коллегу, Наташенька, Наталью Кучеш, спеть от лица нашей бригады одну песню. Спасибо, Наталья. Да, я пообещала сейчас испортить впечатление от нашего жюри своим утренним выступлением. Знаете, так бывает, что голос просыпается через два часа после того, как проснулся артист, у меня через четыре, а то и вообще не просыпается. Ну вот, как-то так будет. Обнимите женщину. Это, конечно же, посвящение женщинам, но обращение к вам, мужчины, дорогие. Обнимите женщину, обнимите, пусть в глазах ее только боль и усталость. Не вините женщину, не вините, если возьмет только самую малость. Может, любить и смеяться заставит, украдет тепло от прощального взгляда, а взамен она ничего не оставит. Но скажите, что этой женщине надо. Так жила она, не ждала, не гадала, Что ветра измен сердца ей не остудят. Но любови всех оказалось ей мало, Пусть ее еще заодно не осудят. Не казните женщину, не казните, Ей так немало от жизни досталось. Не гоните женщину, не гоните, Может, у нее ничего не осталось. Полюбите женщину, полюбите так, Чтоб света белого ей не увидеть. Удивите женщину, удивите. Разве можно женщину этим обидеть? Поцелуйте женщину на прощанье, Может, это ваша последняя осень. Не давайте женщине обещаний, И она у вас ничего не попросит. Удивите женщину, полюбите, Не вините женщину, обнимите, Не гоните женщину, не казните. Давайте женщине обещания. Спасибо. Извините, забыла снять очки, А потом уже некогда было, простите. Ну, что тут говорить. В России женщины сильный пол. Кто за это, поднимите правую руку. Вот, молодцы. Дорогие друзья, Итак, авторы песен отраслевой тематики. Бросим их приготовиться. Первый будет выступать Олег Тарасов, Аплодисменты, Сосновый Бор. Далее за ним товарищ Коровин, Далее Андрей Бойков, Я извиняюсь, могу ударение. Бойков, да? Далее Сергей Кенятин, Снежинск. Далее Михаил Янков. И заканчивать нашу череду Этих выступающих по отраслевой тематике Будут дуэт Николай Митрофанов И Александр Воинов. Мы приглашаем на сцену Олега Тарасова. Сосновый Бор. Ее главный голос. Песня называется По закону сохранения энергии. Поближе. Нормально? Чтобы это не задеть. А то у меня кулаки работают сильно. Давай. По закону сохранения энергии Грозный атом дарит людям добрый свет. По закону сохранения энергии В силе атома альтернативы нет. Солнце палит, ветры воют, волны бесятся, Как все это в киловатты преврати. И пока ученый мир все ищет, мечется, Атом будет людям преданно служить. Чтоб работал мирный атом и надежен был всегда, Есть у нас в стране Росатом, корпорация труда. Чтоб работал мирный атом и надежен был всегда, Есть у нас в стране Росатом, корпорация труда. По закону сохранения энергии Люди призваны стихией укращать И пройдя через опасности и терний Вдрыв ядра в светильник жизни превращать Сплавы стали в мастерства и силы разума Это чудо рукотворное АЭС Где в труде едином солиты судьбы разные Чтобы шёл нормальный ядерный процесс Чтоб работал мирный атом, ток давал, таранил льды В вечном поиске Росатом, корпорация мечты По закону сохранения энергии Человечеству нужны тепло и свет А пока планета безмятежно вертится Кислород нам выжигают газ и нет Но очнулись страны, потому и строятся Атомные блоки там идут За российский атом нынче даже борются Радует, что русские идут Чтоб надежный русский атом Миру дал тепло и свет Держит лидерство Росатом Корпорация побед Чтоб надежный русский атом Миру дал тепло и свет Держит лидерство Росатом Корпорация побед Держит лидерство Росатом Корпорация побед Спасибо Замечательно, вот кто кричал молодцы Подойдите, я вам потом диск подарю свой После концерта Все должны кричать молодцы Давайте будем помогать своим товарищам Аплодисменты Олег Тарасов Спасибо большое Следующий выступает товарищ Коровин Который выступает по двум номинациям Поэтому он будет исполнять Первая номинация отраслевая Два произведения И вторая поэтическая Если я правильно понимаю Танечка, да, он исполняет два произведения своих Спасибо А как вас зовут? Владимир Коровин Среди них Эйнштейны может есть А мне нужны матросовы О свинце Так мог ли вместиться в какой-нибудь допуск Матросовский клекот сердец На городском кладбище Кладбище Озерска Товарищ Не надо ни слез и ни сдохов Ты лучше присядь на один перекур И вспомни озноб аварийных каньонов И вентильных ниш амбразурных прищур И вспомни, какими мы были когда-то При мысли, какими могли еще стать Из золота были у нас аппараты И руки рабочих им были под стать Перехожу ко второй номинации Гудок паровоза Гудок паровоза подобится стону Все дальше и дальше плывет над тайгой А мама моя все бежит по перрону Хотя пятый месяц беременна мной Мороз сумасшедший С угробы до крыши Снежинки следить Снежинки Ключи бьют по лицу Но хочется маме, чтоб я был поближе Хотя бы немножко к родному отцу Приказ по вагонам безжалостно точен С зеленой улицей мчат поезда И мама вернулась в холодные ночи Наверное, можно сказать навсегда На том перекрестке я часто бываю И если закроет метель горизонт То, кажется мне, это я провожаю тот поезд Что папу увозит на фронт Спасибо Спасибо, Владимир Следующего мы приглашаем на сцену Сергей Кенятин Снежинск Приготовится Михаил Янков Миша, вы здесь? Хорошо, спасибо Здравствуйте, дорогие друзья Песня посвящается предприятию На котором я работаю В городе Снежинске Предприятие называется НИО-5 Это научно-исследовательское объединение Пятый сектор Недавно был юбилей в мае И поэтому появилась эта песня В честь юбилея сектора И предприятия тоже Солнце всходит над землею Снова мы в пути с тобою Снова утро нас прохладою водрит Снова наша проходная Нас встречает как родная И курчатов сверху весело глядит Снова наша проходная Нас встречает как родная И курчатов сверху весело глядит Поднимайся НИО-5 Чтобы звезды на небе достать Чтобы смело задело Чтобы сердце запело Чтоб работать, любить и мечтать Чтобы смело задело Чтобы сердце запело Чтоб работать, любить и мечтать Солнце светит над землею, мы в Росатоме с тобою Мы в Росатоме, как в море корабли В бесконечном океане дружбы, опыта и знаний Доберемся до неведомой земли В бесконечном океане дружбы, опыта и знаний Доберемся до неведомой земли Поднимайся, Нио-5 Чтобы звезды на небе достать Чтобы смело задело, чтобы сердце запело Чтоб работать, любить и мечтать Солнце движется к закату, мы идем домой, ребята Мы идем домой до встречи, Нио-5 Завтра снова встанет солнце, завтра мы сюда вернемся Мы уходим, чтобы встретиться опять Завтра снова встанет солнце, завтра мы сюда вернемся Мы уходим, чтобы встретиться опять Поднимайся, Нио-5 Чтобы звезды на небе достать Чтобы смело задело, чтобы сердце запело Чтоб работать, любить и мечтать Чтоб работать, любить и мечтать Чтоб работать, любить и мечтать Спасибо. И Александр Войнов. Балакова, да. Извините, Балакова. Михаил Янков, город Нововоронеж. В этом году исполнилось 50 лет пуска первого энергоблока Нововоронежской атомной станции. И что считается, с этого периода идет отсчет атомной энергетики, используемой в мирных целях в России. Этому посвящена моя песня. Не, не надо, не надо, не надо. Отсырело. Отсырело. Да, да. Нововоронеж. И пусть с космических орбит не виден ночью, зато я знаю, как гудят его турбины. Приносишь ты тепло и свет в дома любимых. Пусть кто-то скажет, пятьдесят, какая малость, а нам красивая твоя судьба досталась. Быть первым очень нелегко на всей планете, ведь первый он всегда за всех в ответе. Отцы трудились на износ не за медали. Свой опыт и свой труд они в наследство нам отдали. Мечты ученых воплотив они в металле, и блоки атомные лебедями звали. Опёрся мощно на песок очередной энергоблок, и наше поколение что-то стоит. Пусть кто-то скажет, пятьдесят, какая малость. Но честный труд снимает всю усталость. Пусть кто-то скажет, что судьба могла бы быть другой, но мы гордимся атомной судьбой. Пусть кто-то скажет, что судьба могла бы быть другой, но мы гордимся атомной судьбой. Спасибо. Не важно. Звучит гордо все равно. Аплодисменты. А приготовится следующая номинация. У нас будет поэтическая номинация. Бойков Андрей не подтянулся? Нет? Случайно. Нет его, да? Увы, не будет. Да, дорогие друзья, итак завершает сборник авторов песен на своего тематики дуэт Николай Митрофанов, Александр Воинов. Аплодисменты. А, ты поешь, да? Давай. Город Балакова. Николай Митрофанов, автор текста песни «Росэнергоатом». Я примазавшийся к музыке. Воинов Александр. Выдав мегаватт за мегаваттом, Осветим Россию и согреем Самый безопасный в мире атом Сделает мир лучше и добрее И на благо всей большой планеты Безопасность соблюдая строго Мы своим служением беззаветным Будущее осветим дорогу Росэнергоатом нас ведет вперед К совершенству вечное движение С ним единым маршем нас судьба ведет К новым высочайшим достижениям Было в нас заложено отцами Сила духа в нас необорима Мы дадим энергию сердцами Если только подведет турбина Значит мы и отдыхать не вправе Потому что полноценным весом Мы даем энергию державе Самый главный движитель прогресса Росэнергоатом нас ведет вперед К совершенству вечное движение С ним единым маршем нас судьба ведет К новым высочайшим достижениям Эффективней и надежней многих И с запасом прочности немалым Будет сплав высоких технологий Самым лучшим в мире персоналом Он является качество гарантом Освещает целый мир и греет И работать заставляет атом Чтобы мир стал чуточку добрее Росэнергоатом, качество плод К совершенству вечное движение С ним единым маршем нас судьба ведет К новым целям и большим свершениям С ним единым маршем нас судьба ведет К новым целям и большим свершениям Золотое было слово от мужчин из Балакова Добавьте мне денег пожалуйста Немного Ребят главное хорошее вы знаете Главное в жизни хорошее настроение Все остальное фигня Да спасибо большое Главное звук оператора у нас сегодня Лучший в России Аплодисменты этим людям Роман спасибо тебе большое Спасибо всей твоей команде замечательной Дорогие друзья мы продолжаем Сейчас на мой взгляд одна из самых ужасных номинаций Страшных для невозможных для восприятия нормальным человеком Вот почему нормальный человек ходит А потом садится и вдруг начинает лихорадочно что-то писать Там взрываются снаряды Подибают люди Обрушиваются дома Он продолжает писать Потом он выскакивает от этого состояния Он говорит вот Я написал Это я написал Я помню чудное мгновение Передо мной явилась ты Он говорит мужик это до тебя написали Ой черт я и забыл А уже все кругом разрушено и так далее Это называется поэзия дорогие друзья Русская поэзия Которая происходит в любых местах На бортах самолетов В подводном положении на лодках и так далее И так далее Самое главное Чтобы человек Человеку напомнил Что нужно все-таки тушить пожар А не писать стихи В это время Потом когда пожар уже Когда все сгорит Можно уже писать стихи Поэтому дорогие друзья На этот участок был брошен Наиболее ответственный отряд Наших классиков Это была Наталья Дудкина Она сейчас выполняет оперативное задание На сосново-борской АЭС Аплодисменты ей пожалуйста Вот И Алексей Витаков Мужчины в России Это прекрасный пол Вы знаете да Женщины сильные Мужчины прекрасные Сейчас вы в этом убедитесь Алексей Юрьевич Витаков Классик Организатор множества фестивалей Осеянное слово Вот И самое главное Мой кум Вот Он моего сына окрестил Сын теперь не болеет ничем Значит Есть не просит В интернет не играет И вообще все это благодаря Алексею Иоличу Витакову Встречаем Спасибо Ну ты бы так сказал Что у нас просто кумовство сплошное Ребят Ну во первых Огромное спасибо за На мой взгляд Очень интересный конкурс Я хочу сказать Что уровень По сравнению с прошлым годом Вырос Это значит У фестиваля появляется Харизма Харизма с древнегреческого Это доверие Значит фестивалю Конкурсной части фестиваля Стали доверять Пишущие люди И они проявили себя Очень Свои обычно Вы все услышите сами И я думаю Согласитесь С нашим мнением А я прочитаю стихотворение Дело в том Что Архангелогородцы Это люди Которые никогда не знали Ни дикости крепостного права Ни оброков Ни барщины И вот в 1929 году Была объявлена коллективизация И народ конечно Отреагировал По разному Вот то что я сейчас прочитаю Произошло на самом деле С моим прадедом В 1930 году Он стоял В несокрушимых Сапогах С деревянными Морщинами на лбу С рыжим потом На посоленных висках Подперев ладонью Тучную Избу А в лицо ему На ту же Нашипел С мордой рыбьей Председателя Сам черт Не отдашь Поидешь Ванька докорел Там уже ты узнаешь Что почем Оглянулся Дед Иван Стоит бледна Дочь печальница Уж сколько лет назад Мужа выкрала Гражданская война Внукам сделала Безумными глаза Что же деяться Подумалось ему Отдал все Кобылу Телку Плук Да хлеб А теперь вот места нет В своем дому Подавайся Дед Иван Гобуренки В хлеб Захрустел кулак Да струсил Изменил Тень недобрая Упала на лицо Ладно Молвил После Пасхи В два-три дни Соберуся И поднялся На крыльцо Кто-то Жбан не удержал Разлился Квас Не собрать С земли Разлитого Ковшом Сатана Запрыгнул В черный Тарантас И возницы В шею Выдохнул Пошел Продержались Долгий пост Не тупя глаз Посевная Развернулась Горячо Подкатил Кусать Беде До Тарантас Сатана Привстал И ахнул Че За черт Яма Мглистая На месте Где был дом Хромоногий Пес Мытарит По двору Да размахивает Старым Ружья Жертв Жертв Убогая Качаясь На ветру Подошли Селяне Говор Шепот Шум Кто-то Крикнул Не пустил Иван Беды Дом От Взял Да раскатил По катышу Да и сплавил Нам неведомо Куды Кто-то Жбан Не удержал Разлился Квас Не собрать С земли Разлитого Ковшом Сатана Упал Свой Черный Тарантас И возница В шею Выдохнул Пошел Спасибо Удачи Удачи На конкурсе Дорогие друзья Начинает Наш Поэтический Наш концерт Поэтической номинации Товарищ Кашков Из города Озерска Озерска Все время неправильно Говорю Что-нибудь Далее Яна Зверева Товарищ Духанина Из Нового Воронежа И Анитина Дария Георгий Кашков Озерска Я понял На троих Да От всего сердца С праздником От имени Главного города Атомного города И первого города России Который создал Атомную бомбу Первую Водородную бомбу Где был создан Первый промышленный В Европе Реактор От города Озерска С праздником Хотел читать Хотел читать лирику Говорят Читай шутки Три миниатюры Гляжу 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 на пузо Русских мужиков Гляжу на пузо Гляжу на камень Мощнее В армии В мире Не сыскать Спасибо Хотите попасть в Америку Идите служить В ракетные войска Это не я придумал Это народная мудрость Да Новоуральск Яна Зверева Просим Яночка Вы нас слышите? Вот она, да? А что вы не хлопаете? Хлопайте, пожалуйста Вот Выжжена Тополю булочной Изувеченный Ветви последние Скрещены на груди Помнишь? Вчерашний знакомец Высокий Клетчатый В кепке-жакейке Настаивал Приходи Стоит ли? Кто-то ключами звенит На лестнице Рыжая девочка Дразнит кота треской В тесной хрущевке Едва ли семья поместится Что за собрание? Господи! Черт с тобой! Эти в углу Говорят, как трещоткой Щелкают Чертики пляшут Брыкаясь И хохоча Вспыхнула Звизгнула Взрезала полосколками Перегоревшая Лампочка Ильича Милая Теплая Все на улыбку Паткие Головы клонят Доверчиво И смешно Выпил чего-то Горячего Пряно-сладкого Огнем фонтонную Бросил ее в окно Выехал вечером И перепутал полосу Так бесполезно Молиться На тормоза В солнечный круг Надвигается Плавит волосы Красным прожектором Слепит тебе Глаза Да, еще одно прочитать Ладно, читаю Вот и храни свое счастье С запахом свежей крови С запахом рыбьей крови С запахом мертвых жабр Я бы сожгла Все снасти Вспомнив о том улове Только тебе не внове Так возвращайся в табор Чистите вместе рыбу Кости в траву кидайте Головы псам Скормите Не посмотрев в глаза Рыбьи Они такие В них объектив событий Рыбы не могут плакать Рыбам Реветь нельзя Ты подошел поближе Чувствуешь запах крови Видишь Какое море Спит за моей спиной Волны лодыжки лежат Впрочем В воде купаться Мухи Июньский зной Двадцать четыре рыбы В белой твоей корзине Тускно блестит на солнце Бледная чешуя Рыбы хотели выплыть Рыбы хотели В Питер В Мекку В Танжер В Израиль Обрели тебя Двадцать четыре девы Двадцать четыре снасти Двадцать четыре веры Спят на твоих плечах Лживо Не зная меры Ты обещал им счастье Все целовались с прахом И обращались в прах Ты подошел поближе Щелкая шестивой пастью Волны холодной пеной К черту июньский зной Я становлюсь опасной Скользкой морской муреной Мне ни к чему Побочность события с тобой Все? Дорогая, я иду на рыбалку Если клево не будет, приеду завтра Если будет клево, не приеду вообще Не буду на рыбалку ходить Замечательное стихотворение Аплодисменты, дорогие друзья Нововоронеж Товарищ Духанина Анастасия Вот Если Дарья Анетина здесь То мы просим ее подойти Пожалуйста Товарищ Духанина, к вашим услугам Я люблю просыпаться одна Я люблю просыпаться одна Чтоб вокруг ни души, ни шороха Ни надежд безутешных вороха Не больна Без оглядки двигаюсь дальше Бегом, рывками, грибками уставшими Я вольна взвыть сквозь ночь Тысячью баньше Все свои страхи в себя Когда-то вобравшими За спиною Теней неуверенно Окружила Марьева Прошлое Ни одной среди них нет непрошенной Сама лично всех в вечности верила Кто-то робко коснулся плеча Кто-то хочет себя воскресить Ни со злости Ни сгоряча Помня мольбу в тех очах Не реагируя Хоть и знаю Хочется жить И я безумно Те тени мой бред Сотканы все эти тени И сомнений И самомнений Игнорируя Мое нет Лишь слова Всегда было мало Чтоб приручить себя Дикого зверя Чтоб избежать желаний обвала Я раба Своего суеверия Не фактом, догадком верю я Оплетая плотью скелет Наделяя его всем, чем хочется Свет в глазах его Кажется подлинным Так была в своей сети поймана В них сквозь сон продолжаю ворочаться Ничего мне больше не мило Кроме солнечно-ржавых капканов Каково себе рыть в могилу Обращаться в сквозную рану Я люблю просыпаться одна Чтоб вокруг ни души, ни шороха Ни надежд безутешных вороха Сполна Ощутила, как дорого Человеку обходится прошлое Костюм, вросший в тело, изношенный Дорожной пылью в сто слоев запорошенный Его сорву Ценой собственной кожи Человек Иначе не может То неотвратимо За скорлупу не держись Лишь оставшись ногими Мы вновь чувствуем Жизнь Потрясающая номинация Ужасно тяжелейшая Когда ты должен своими словами Создать виртуальный мир В который ввести всех этих Замечательных умных людей Видевших в этой жизни Практически все И заставить поверить То, что они сейчас Действительно это увидели Услышали И почувствовали Всеми своими органами чувств Начинающихся с ушей Спасибо, Настя Спасибо вам огромное Земной поклон Потому что, знаете Сила, я как солдат говорю Сила солдата начинается Не с его автомата А с его души Если в душе вот такие слова Как вы пишете То мы знаем, за что мы воюем Мы воюем не за территорию Мы воюем за слова Мы воюем за культуру Спасибо вам большое Ну а сейчас Дорогие друзья Совершенно кошмарная номинация В которой человек должен быть Одновременно и Звукооператором И батарейкой Аплодисменты Мищуку Да И писать слова На уровне Александра Сергеевича Пушкина И играть на детали Ну Как Иван Смирнов, допустим Или как Джимми Пейдж Джимми Пейдж хуже, чем Иван Смирнов Кто знает, кто такой Иван Смирнов Лучший в мире Гитарист, дорогие друзья Иван Смирнов Живет в городе Москве Восемь детей Пятеро музыкантов Вот Да И одновременно Гитара должна быть настроена Это кошмар Вот мне никак это не получается И так далее И так далее И так далее И поэтому, конечно Второй тур проходил на двух площадках Вот Наташа Кучер Александр Завенович Мы уже вас познакомили А вторая площадка Руководил Я вот Знаете По-военному так говорю Генерал Генерал Армии Армия Авторов-исполнителей Классик нашей песни Человек, который зимовал В Ленинграде В 41-м году Валентин Иванович Вихарев Спасибо ему большое Вот Если кто-то хочет научиться кататься Правильно на горных лыжах Подойдите к нему Он вам двумя предложениями Объяснит, как это нужно делать Вот И вообще Если помните Вот наш первый концерт Он встал Провел зарядку После этого концерт пошел Гораздо интересней Ну опять зарядку делали Ну в принципе да Зарядку делать не будем Ребят 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 Своим подранком, зимная женщина моя. Прошу, оставь меня подранком, зимная женщина моя. Всему черед свой я-то знаю, Излишне льстить клинодарью. Моя любовь, любовь земная, за все тебя благодарю. Моя любовь, любовь земная, за все тебя благодарю. Луга, за речкой перелески, все в ожидании зимы. А я доверчиво по-детски ищу все радости зимы. Спасибо. Нет, я родился в городе Славгорода, Алтайского края, где прожил ровно год, потом мы уехали в Ленинград, потом уехали в Крым, потом уехали в Грузию, потом уехали на Камчатку, потом приехали с Камчатки, я поступил в город Ленинграде, на Жайку. На АЭС был один раз всего в жизни. Меня это потрясло. Куликово поле. Какое здесь высокое небо, какие здесь огромные звезды, и запахи полыни, и хлеба, и птицами пронизанный воздух, и тишина в течении непрядвы, меж пальцев пробегая журчит. За взрывы, мины, бомбы, снарядов за все, за наши громы молчит. Поле Куликово, Куликово поле, А сиянным словом, обретенной волей, это наша доля, биться до конца, в поле Куликово, в звании бойца. А впереди меня поджидает все то, что уж не раз с нами было. Стоит и ухмыляется злая, безжалостная черная сила. От берегов заморских далеких, через моих сородичей шлях, опять идет навстречу жестокий и умный безжалостный враг. Поле Куликово, Куликово поле, нам с тобою снова воля или неволя, снова душу Влад и прочные одеть, снова быть солдатом, как отец и дед. А мы с тобою вместе, товарищ, обнимем нашей Родины ветер, и дым неразожженных пожарищ, аккордами мажорными встретим, чтоб дальше не катиться пожару, не спрашивая, как и почем. Ты станешь строй своей гитарой, как предок стал когда-то с мечом, Ты станешь строй своей гитарой, как пращур стал когда-то с мечом. Поле Куликово, Куликово поле, а сиянным словом обретенной волей это наша доля Биться до конца В поле Куликово Звони бойца Это наша доля Биться до конца В поле Куликово Звони певца Куликово поле Куликово поле Спасибо Спасибо Ну, на самом деле, дорогие друзья, вот то, что мы сейчас с вами делаем, это очень важно для нашего Отечества, потому что сила человека, сила солдата, это не его ствол, это не его пушки, а это его душа. Как наши предки 70 лет назад на нас напало 25 государств с населением 400 миллионов человек, а в СССР жило 195 миллионов человек. И за три месяца войны еще 100 миллионов попало под оккупацию, осталось всего ничего. И почему мы это выиграли, знает только наша душа. И вот эти люди, которые здесь сидят. Потому что им Господом, Богом дано делать сильными очень непростых людей, которые говорят на русском языке. Защищать Отечество. И то, что вы сейчас делаете, это на самом деле настоящая защита Отечества. Без криков, без маханий флагами. Это твердость души, которую невозможно ничем воспитать. То есть невозможно купить, невозможно ее засунуть в танк. Все равно человек будет делать то, что ему сейчас надо. И авторская песня сегодня это одно из главных средств защиты национальной целостности и уникальности русского народа. Как говорит Александр Завенович, я повторяю его слова, русский это прилагательный. Русский татарин, русский еврей, русский украинец, русский узбек. Все, кто говорит на русском, все русские. Итак, дорогие друзья, номинация авторы-исполнители. Самая тяжелая номинация, поэтому всех встречаем. Аплодисментами, дорогие друзья. Зачитываю список. Первый Тарасов, далее Долгополов, Прибылов, я могу ошибиться в ударении, прошу меня простить, Селянин Игорь, Вашурин Игорь, дальше Мишуринских, Е и Мишуринских М. Не написали, извините, я, к сожалению, просьба сесть поближе, чтобы далеко не ходить. Дальше Дина Ростощикова, Сергей Дубков, Николай Чернышев, Николай Митрофанов, Поляковский из города Железногорска, Егор Теплых, Попов, Каешка и Орлова, Десногорск. Лариса Орлова, правильно я говорю, кажется. Итак, дорогие друзья, автор-исполнитель Олег Тарасов, Сосновый борт. Я сразу хочу представить, первый раз не представил, одного из главных гитаристов и Бардов, Соснового гора, Володя Малышев, своего друга. Мы соратники по клубу Ингрия. Поскольку Володя прекрасно, блестяще играет на гитаре, поэтому мы с ним стали в ансамбль небольшой. Итак, героическая тема продолжается. Сейчас ее озвучили. А я хочу сказать два слова, что труд ратный, труд ратный, подвиг ратный, это понятно, но бывает еще и подвиг трудовой, который практически ратный. И вот об этом подвиге, ничего, наверное, нет выше, когда человек в труде идет на большой-большой героизм и чувство испытывает, и гибель испытывает. Песня об этом. Братство саркофага. Судьба страны разорвана, была напополам, взметнувшаяся над Припятью бедой. И на живую землю черной пылью смерть легла сухой радиоактивной полосою. И на живую землю черной пылью смерть легла сухой радиоактивной полосою. Горел бетон, дымилась сталь, набой с бедой пошла Простая всенародная отвага, Чтоб защитила землю от невиданного зла, Невиданная прочность саркофагом. Чтоб защитила землю от невиданного зла, Невиданная прочность саркофагом. Поток лучей смертельных пил нещадно в мир живой. Из жерла развороченного блока В пространстве смерти труд людей Кипел, как жаркий бой, Была победа призрачно далекой. В пространстве смерти труд людей Кипел, как жаркий бой, Была победа призрачно далекой. А микроном безжалостно отсчитывал часы, Кромсали судьбы жесткие рентгены. Там не было укрытий И нейтральной полосы, Там мужеством армировали стены. Там не было укрытий И нейтральной полосы, Там мужеством армировали стены. Там трудовые роты Вел вперед солдатский долг, И братство душ в труде Скреплялось сталью. Там отступали только Под огнем предельных доз, Но бой не газ, другие строй вставали. Там отступали только Под огнем предельных доз, Но бой не газ, другие строй вставали. И саркофаг воздвигли Бредним вражеским на зло, Как мавзолей печальный и суровый. Он защитил от гибели Вселенское добро, Он подарил надежду жизни новой. Он защитил от гибели Вселенское добро, Он подарил надежду жизни новой. Мы не забудем всех ребят, Кого нельзя забыть, Кто под гранитом спит, Укрытый флагом. Мы победили смертью, Значит, будем вечно жить, И будет вечным братство саркофага. Мы победили смертью, Значит, будем вечно жить, И будет вечным братство саркофага. Дорогие друзья, я совсем забыл, в 16 часов здесь состоится удивительная лекция Александра Мирзаяна о нашей культуре, о языке и замечательные вещи, которые вы нигде больше не услышите и не увидите. Все должны сюда прийти в 16 часов. Продолжает концерт Владимир Долгополов, приготовится Николай Прибылов. Александр Малышев, он сопровождает не только Олега, сопровождает весь Сосновый Борт, прекрасный гитарист и сотрудник ЛАЭС. Прекрасный автор Михаил Ножкин затронул в своем творчестве, есть у него такое произведение «Последний бой». Но у каждого солдата был еще и первый бой, его прошли миллионы. Я назван в честь дяди, который погиб, мой брат назван в честь другого дяди. То есть мы несем частицу их имени, частицу их, может быть, даже души. Вот я затронул эту тему, называется «Снежное поле». Снег раскинулся полем вокруг, Снег, который не перейти. Словно смертью очерченный круг, Их окопы легли на пути. И мне чудится только одно, Что погиб на этом снегу. Мне бы встать, а потом все равно Только встать я никак не могу. Мне бы страх одолеть, победить, А на все остальное плевать. Что просвелось потом говорить, Ведь никто не хотел умирать. Умирать, не хотя умереть, И убить, не хотя убивать. Я нам первым в бредовом бою, Над убитыми тяжко блевать. Прохрепела команда вперед, Зводный наш захлебнулся свистком. Даже пулю свою не признал, Черный снег протыкая штыком. Я не прячусь за спины других, Я в атаке судьбы не краю. Рвется пленка, как в старом кино, Черно-белая — это в раю, А, быть может, все это не рай. Черно-белая — это ж в аду, За грехи свои даже на край. В предисподнюю не попаду, Снег качается полем вокруг, Снег, который не перейти, Это смертью очерчен мой круг, Из него мне никак не уйти. Мой кум временно стал ракетой, Поэтому я за место него приглашаю на эту сцену прибылого Николая. Здравствуйте. Я из города Полярный Зорик, Кольская атомная электростанция, Мурманская область. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов. Большое спасибо. Фестиваль безупречный. Спасибо большое. Пользуясь случаем. Песня называется «Зори заполярные». Это песня, которую я написал про свой город. Город называется «Полярные Зори», А я вот так с оригинальной чего назвал ее «Зори заполярные». Летом незаметно деньгами, День кончается, и рассветы незаметные. Город потихоньку просыпается, С добрым утром зори заполярные. Выйду на балкон с горячим чаем я, Закурю тумана холодок. Слушая баклана в крик отчаянный, Делаю я за глотком лоток. Вот рыбак придет с тяжелым коробом, Дворник вяло-шаркая-то метлой. Было бы, наверное, очень здорово Пригласить однажды к себе домой. Закружили хоровод автобусы С сонными трудягами внутри. Самую опасную на глобусе Делают работу все они. В городах приморских и промышленных Те же люди, те же адреса. Но нигде не видел, да и не слышал я Ни туманов, ни бакланов, Как в зорях полярных, В городах с высоким содержанием Ценностей культурных и земных. Трудно оставаться северянином, В том числе тем, кто родился в них. Летом незаметно день кончается И рассветы незаметные Город потихоньку просыпается С добрым утром зори заполярные Спасибо. Спасибо, молодец, потрясающе. Дорогие друзья, у меня пять детей, Младшему сыну три года, Дальше шесть, двенадцать, двадцать четыре, двадцать семь. Режиссер концерта Татьяна Николаевна Маталина Бьет меня, если вы много говорите Перед выступлениями. Кто понял, что я сказал? Машите мне рукой. Дорогие друзья, то есть просьба перед выступлением Не надо много рассказывать, ладно? Извините, пожалуйста, я дико извиняюсь, Это моя... Да, поэтому просьба перед выступлением Просто назвать песню и ее исполнить. Спасибо большое. А дальше Новоуральск, Игорь Селянин. Приготовится, Игорь, ваш Урин. Пожалуйста, Игорь Селянин, Новоуральск. Я Игорь Селянин из Новоуральска, Сочинитель датский, не потому что пишу, Поддавший, не потому что издание, А потому что пишу к датам. И большинство моих произведений это к датам. В данном случае у меня письма про бег Европа-Азия. Это лыжный бег на длину 40 километров, Сперва из Европы в Азию, потом обратно. Это мои ощущения во время бега. Обильно солнышко намазано На голубой искристый снег. И я отправился в пробег, В большой пробег Европа-Азия. Не всем такое по плечу, Но на лыжне не девки красные. И вот я бобиком лечу, И вот я бобиком лечу, На поводок лыжню привязанный. Уже ли я эту гонку вынесу? Пошел лишь третий километр, А у меня дыхания нет. И не спрямить дорогу к финишу. Сбираюсь я на перевал, Лыжню руками щупая. Я никого не обгонял, А обгоняют лишь меня. Куда спешат такие глупые? Качает нас дорога маятник, Кто вниз швырнет, то тянет вверх. Дождался финиш быстрых всех, Лишь бедолаг с десяток мается. И что толкнуло нас пойти, Как в море в пот ныряем, булькая. Пока мы паримся в пути, Пока мы паримся в пути, Судья покроется сосульками. Лыжня нас выбросила из лесу, И финиш жаждет нас отбнять. Теперь не обогнать меня, Пусть задихать, Из кожи вылезут. Блаженный миг, не надо слов, Я над собой победу праздную. Я снова, кажется, готов, Я снова, кажется, готов В большой пробег Европа-Азия. Спасибо. Я только хотел сказать, Что я хотел отличиться от всех, Поэтому пою без гитары Акапелла. Дорогие друзья, это подвиг практически, Я даже не знаю, 300 спартанцев, по-моему, слабее гораздо, чем Игорь Селянин из Новоуральска. Дорогие друзья, Северск, Игорь Вашурин. Я хочу приготовиться лесной Мишуринских Е. Я не извиняюсь, Е – это Евгений, наверное, да? Спасибо большое. Пока я усаживаюсь, успею пару слов сказать, Заодно на вас настроиться. Спасибо Госкорпорации «Росатом» за предоставленные возможности, а нашему замечательному жюри за терпение и науку. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Вашурин. Я исполню собственную песню, написанную своему деду, ветерану войны, танкисту, и всем, кто воевал в эту страшную войну. День Победы. В этот день босоногое детство свое вспоминает. Правда, точно не помню, в каком это было году. В кухне запах оладьев сегодня, 9 мая. И я за руку с дедом опять к обелиску пойду. Я был малый совсем, и увидев в шкатулке медали, по одной доставал и у деда примерить просил. Он давал мне их все, но одну цвета танковой стали Никогда не давал и почти никогда не носил. Дед, скажи, а за что получил ты медаль за отвагу? Вот, наверное, в тот день ты неслабо навешал врагу. Он ладонью смахнул на глаза набежавшую влагу. И ответил мне коротко, это внучок за дугу. Там под Курском танком тесно, две арматы дыбом встали. Самоходка мало места, и схлестнулась сталь со сталью. Там танкисты рвали траки, но назад не повернули. Не поют над ними птахи, только злобно свищут пули. Мы стояли вдвоем у гранитной плиты на пригорке. Дед на список смотрел и фамилии чьи-то шептал. И рассказывал мне, как горел в своей тридцать четверке, Как его из подбитого танка радист выручал. А потом, выпив водки, закрывшись в своей комнатенке, Он стучал кулаками во сне, заряжал и стрелял. А я вздроем, слышу удары по тоненькой стенке. Он был вновь на войне, он спустя двадцать лет воевал. Их на фронт забрали роту, а вернулось меньше взвода. Испытания за что-то снова русскому народу. Ох, не все вернулись, воины, на порог родимой хаты. А чего ж ты любишь, воины, просвещенный век двадцатый? Я лишь только сегодня, спустя много лет, понимаю. Их в деревню вернулось двенадцать из ста двадцати. Как кровава была та дорога к девятому мая. Не дай бог нам с тобою такую дорогу пройти. Мы не вечные все, я в детали вдаваться не буду. Дед предстал перед Богом, душой светил и чист. Спи спокойно, а я про тебя никогда не забуду. Милован Иван Николаевич, советский танкист. Ну к чему им обелиски? Им бы жить одна награда. Им бы вновь увидеть близких. Им бы дома были рады. Но застыли в скорбных списках. И по всей России встали. И от них остались близки. Только память. До медалей. Спасибо, друзья. Спасибо, спасибо. Следующий участник нашего конкурсного прослушивания Мишуринских, Евгений, наверное, да? Евгений. Приготовится Мишуринских Михаил. Лесной. Спасибо. Здравствуйте. Лесной и Свердловской области. Песня. Городской. Вальс. Много есть городов И больших, и красивых. Я бласканых солнцем и теплой весной. Я считаю себя человеком счастливым. Не милей и дороже мой город лесной. Я как птица в разлуке по дому тоскую. Без родного гнезда яркой радости нет. Я согласен проехать дорогу любую, Чтобы увидеть твоих окон ласковых блеск. Я люблю твоих улиц в широких просторах, Громкие шуму машин и людей голоса. Я люблю в синеву уходящие горы И манящие в зелье глухие леса. Что мне, юб, если рядом такое раздолье? Если зеркало манит меня в дивный пруд, Для души и для сердца такое приволье, Что другие места так к себе не зову. Я как птица в разлуке по дому тоскую. Без родного гнезда яркой радости нет. Я согласен проехать дорогу любую, Чтобы видеть твоих окон ласковых света. Это папа был, а это сейчас сын, дорогие друзья. Жюри, уважаемый жюри, учтите, пожалуйста. Добрый день. Протекает река до две месяца, Нас несет сквозь пороги свои. Если слюбится, то истерпится. Понапрасну, мой друг, не грусти. За сегодняшним днем череда еще, Что посеяли, то и пожнем. Если сердце мой звук согревающий, Значит, есть что-то теплое в нем. Наши встречи так спонтанны, Но легки и долгожданны. Мы не видимся подолгу, И, наверное, в этом суть. Разделяют нас, как будто Километры и минуты. Жаль, что многие мгновения В этой жизни не вернуть. Фестивальных поля дымка белая Или уют, и убранство дворцов Нам подскажут, что правильно делаем В круговерте мелодии слов. Есть какая-то важная миссия У любого во все времена. Если песенка наша услышана, Значит, точно кому-то нужна. Наши встречи так спонтанны, Но легки и долгожданны. Мы не видимся подолгу, И, наверное, в этом суть. Разделяют нас, как будто Километры и минуты. Жаль, что многие мгновения В этой жизни не вернуть. Неизбежно придут расставания, От вокзалов уйдут поезда. Нас затянут опять расстояния, Километры, минуты, года. Но какое-то чувство волшебное Не позволит друг друга забыть. Снова ты понимаешь, Наверное, ради этого стоило жить. Наши встречи так спонтанны, Но легки и долгожданны. Мы не видимся подолгу, И, наверное, в этом суть. Разделяют нас, как будто Километры и минуты. Жаль, что многие мгновения В этой жизни не вернуть. Спасибо. Вообще в этом году Уровень конкурса очень высокий. Спасибо вам большое За ваше замечательное творчество. Мы приглашаем на сцену Участников в двух номинациях. Она будет сейчас две песни исполнять. Номинации автор и автор музыки. Дина Ростовщикова, город Зеленогорск. А приготовиться аплодисменты. Город Димитровград, Сергей Дубков. Город Димитровград, Сергей Дубков. Город Димитровград, Сергей Дубков. Я уеду отсюда загодя. Будет дом, молчалив и гулок. В те места, где леса и заводи И тропинки для тихих прогулок. Пусть останутся за спиной Все трагедии и комедии. Буду жить я лесною книжною И кататься на велосипеде. Кто море наблюдал во всей красе, Тот может ощутить себя песчинкой И дождевою каплей при грозе, И ранним утром бусинкой, росинкой Всю ночь мы просидели у костра, Душа то пряталась в тени. Кто горы видел в внеземной красе, Тот мог бы ощутить себя гранитом, Но ручеек пройдет сквозь горы все И зазвенит по мощным древним плитам. Всю ночь мы просидели у костра, Душа то пряталась в тени, То озарялась. Мелодия каноном повторялась, И эхо песни вторило слегка. Кто видел фестивальные костры, Тот на мгновение стал чуть-чуть поэтом. Стихи и музыка, две вечные сестры, Как жить им друг без друга в мире этом, Нам гром сыграл «Прощайте» на басах. Заря в чернильном небе занималась, Мелодия каноном повторялась, И искры пропадали в небесах. Мелодия каноном повторялась, И искры пропадали в небесах. Спасибо большое. Вторая песня номинации автор музыки Стихи московского поэта Юрия Гладкевича Беринца. Песня называется «Иволга». Чисто болем вымокла, Дождь идет, Где-то плачет иволга, Слезы льет, Плачет без стеснения, Позабывшись ты, Это тоже пение, Но навзрыто. А над полем радуга, В пол небес, Словно мост прокинутый В синий лес. И по ветру стелится, Улетая вдали, Плач безвестной иволги, И печаль. Но все так же слышится В вышине Птичий плач, И может быть Обо мне. И в душе смятение Некого спросить, Плач такое пение На Руси. Спасибо большое. Дериногорску, Задину, А на сцене Город Демитроград Сергей Дубков Приготовится Николай Чернышеву, Снежинск. Напоминаем, дорогие друзья, В 16 часов Приглашаем всех На уникальную лекцию Александра Завеновича Мерзаяна, Которую вы узнаете Потрясающие вещи. Пожалуйста, Сидите, пожалуйста. Северный вальс Я живу в городе Демитроград, Но всю жизнь прожил В городе Поляна Мурманская область, Поэтому Северный вальс. От забот, От тревог И от дел Я уехать, Умчаться хотел. Улетел я На солнечный юг, Отчего мне Припомнились вдруг Эти соки В кудряшках Греберез. Это небо, Упавшее в озеро, Этот нежный, Знакомый До слез. Цвет Морошковый, Желтый И розовый, И смешливые Губы Твои, Как помадой Черничиной Накрашены Легкой чайки Над морем И полет, Монсер Меня Зовет. Я люблю Возвращаться Сюда, Где прозрачная В речках Вода, Где сам воздух Мне хочется Пить, Где люблю И где Буду Любить. Эти соки В кудряшках Греберез. Это небо, Упавшее в озеро, Этот нежный, Знакомый До слез. Цвет Морошковый, Желтый И розовый, И смешливые Губы Твои, Как помадой Черничиной Накрашены Легкой чайки Над морем Полет, Монсер Меня Зовет. И В каком Бо я Ни был Краю, Где не Пел бы Я Песню Свою, И в Какой Бо ни Жил В стороне, Вновь И вновь Вспоминаются Мне. Эти соки В кудряшках Греберез. Это небо, Упавшее В озеро, Этот нежный, Знакомый До слез. Цвет Морошковый Желтый И розовый И смешливые Губы Твои, Как помадой Черничиной Накрашены Легкой чайки Над морем Полет, Манит Север Меня Зовет. Манит Север Меня Зовет. Манит Север Меня И Зовет. Спасибо Потрясающе Замечательная Классическая Авторская Песня Спасибо Очень Тонко Точно И Прекрасно Дубков Сергей Димитровград Провожаем Аплодисментами На сцене Николай Чернышов Самый лучший Дедушка Город Снежинск Город Снежинск Песня Называется В городской Суете Но второе Ее название Посвящение Ильменскому Фестивалю В городской Суете Задыхаюсь Тянет К лесу И Синим Горам И Поэтому Я Собираюсь С Рюкзаком На Природу Как В Храм И Поэтому Я Собираюсь С Рюкзаком На Природу Как В Храм Только Здесь Задушевная Песня Запах Трав И Дымок От Костр На Бревне Нам С Тобою Не Тесно Хоть Порой Достает Маш Кара На Бревне Нам С Тобою Не Тесно Хоть Порой Достает Маш Скоро Звезды На Небе Зажгутся И Луна Как Слюда Заблестит Тихо Ветки От Ветра Качнутся И Гитара Струной Зазвенит Тихо Ветки От Ветки Качнутся И Гитара Струной Зазвенит Здравствуй Здравствуй Лес Дорогой Здравствуй Лето Я Мгновенья Этого Ждал Никогда Не Забудется Это Кто Не Видел Тот Все Потерял Никогда Не Забудется Это Кто Не Видел Тот Все Потерял В городской Суете Задыхаюсь Тянет К лесу И Синим Горам И Поэтому Я Собираюсь С рюкзаком На Природу Как В Храм Спасибо Жюри Спасибо Фестивалю Ура Спасибо Николаю У которого Между прочим Четверо детей И младшему сыну Крайнему сыну Пять лет Спасибо Шесть Аплодисменты На пенсии Жизнь только начинается Дорогие друзья А следующий Выступающий Балакова Николай Митрофанов Приготовится Андрей Поляковский Город Железногорск Балакова Опять Да Должен Что-то вы не хлопаете Дорогие друзья Вот Микрофончик Слышно гитару? Возможно Что некоторые Не в курсе Сзади меня Как речка называется Вот Завтра мы с ней Будем прощаться Песня так и называется Прощание Систой Право Дело Мне даже Неловко Только что-то Здесь, братцы, Не так На три дня Дали Командировку А в комплекте Гитара Рюкзак Будут ночи Теперь Поем поем по ночам Все поэты Все поэты Все гитаристы До утра Надрываются Здесь А болеют за нас Воды систы А болеют за нас Воды систы А болеют за нас Воды систы И огни Ленинградской АЭС А худжавы Духовные дети Призрак Пушкин Рыскает Здесь Спать Ложимся Уже На рассвете Сколько песен Не спета Бог весть Да чего же Здесь ночи Расисты Мы в притихшем Сосновом Бару Насладившись Журчанием Систы Насладившись Журчанием Систы Насладившись Журчанием Систы Спать Ложимся Уже Поутру Дайте Я Обниму Всех Вас Братцы Буду Петь Для сестер До утра Только Спелись Пора Расставаться Кончен Бал Собираться Пора Я В тоске Своей Буду Неистов Но Я знаю Что Этот Народ Никогда Не забудет Просисту Никогда Не забудет Просисту Никогда Не забудет Просисту И вернется Сюда Через Гор Через год Через год Балакова Признак Пушкина Дорогие друзья Андрей Поляковский Железногорск Приготовится И город Теплых Нововоронеж Разрешите Пользуясь Случаем Поздравить Свой Любимый Родной Город Железногорск 65-летен Ура Ну а теперь Про песню Это ситуация В которую Рано или поздно Попадает Любой Мужчина Который Умеет Исполнять Песни Под гитару Я сижу с тобой На бревнышке Поваленом Загревайся От костра В лесу Таинственном На костер Поставлен Чай В котле Под паленом Я считаю Для тебя Себя Единственным На костер Поставлен чай В котле Под паленом Я считаю Для тебя Себя Единственным Приглашают К разговорам Сосны Старые Как платочки Повязав Ты мог На веточке А в ответ Я шлю им Песни Запоздалые Что писал Давно Корявый Строчкой В клеточки А в ответ Я шлю им Песни Запоздалые Что писал Давно Корявый Строчкой В клеточки А душа Звенит С ветки Рвется Лист Обещаю Так же Струны Не жалеть Я тебе Пою Я ведь Вокалист Даже если Ты уйдешь Я буду Петь Не обижу Нарушать Ишь Осеннюю Все Что прожито Раскаюсь Под гитару Я А в груди Моей Стучит Копель Весенняя Вновь Смывая Одиночество Коварное А в груди Моей Стучит Копель Весенняя Вновь Смывая Одиночество Коварное А душа Звенит С ветки Рвется Лист Обещаю Так же Струны Не жалеть Я тебе Пою Я ведь Вокалист Даже Если Ты уйдешь Я буду Петь Треск Костра Еще Сильнее А в Глазах Твоих То ли Легкая Улыбка То ли Сердце Крик Чай Давно Облил Пока Котлу Кипящему Ты ушла В свою Палатку К мужу Спящему Чай Давно Облил Пока Котлу Кипящему Ты ушла В свою Палатку К мужу Спящему А душа Звенит С ветки Рвется Лист Обещаю Так же Струны Не жалеть Я Я Другим Пою Я Я Буду Петь Даже Если Ты ушла Я Буду Петь Даже Если Ты ушла Я Буду Петь Спасибо Дорогие друзья Балаковской Станции Собственно Песня Является Гимном Клуба Спорта И Туризма 52 Параллель Собственно Она так и называется 52 Параллель Вновь уложена тушенка В наши рюкзаки От дождя спасает пленка И резиновые сапоги На рукаве В пакете Спички Газета Впереди Все выходные Лето Все выходные Лето Все выходные И Лето Все выходные Лето Все выходные И Лето Все выходные И Лето Зомбо Все выходные Пол выходных И пол Лето Пол выходных И Лето Всю 52-ю параллеля впереди, Пора великого поэта позади. Все выходные и лето, Все выходные и лето, Все выходные и... Спасибо. Сейчас, одну секунду, я дико извиняюсь. Спасибо большое, дорогие друзья. Алексей, сейчас одну секундочку. Я извиняюсь, сядьте, пожалуйста, на секунду. Дело в том, что у нас тут некоторое произошло за... Мы сейчас не смогли всех наших участников выслушать, потому что мы не могли подъехать. Мы сейчас просим на сцену по поэтическому конкурсу Анна Контуш, Париж. Пожалуйста, под ваши аплодисменты. А после этого Алексей Попов-Снежинск. Леша, извините, пожалуйста. Я мечтала накрыть город теплым пледом, Тканом из добра самых светлых душ. Что в итоге, остывшего муж за обедом, Вспоминала тот сон до рассветных луж. Сон, что сонник сулил к переменам, Где тепло твоих рук ощущалось в крови, И тягучей смолой растекалось по венам, Растворяясь во мне, то зови, не зови. Сон, в котором в глазах утопало, Позабыв за мгновение, как сделать мне вдох. Но живую-жива, а значит, во сне дышала, Из волос вынимая чертополох. Каждый вечер традиции пляс мурашек, Ураган послевкусия ушедших минут. Я стреляю по стеклам снарядом ромашек, Вот и разавтра прокладываю маршрут. То мне жарко, то холодно, просто тошно, То свернусь я в клубок и загнусь, как спираль. Приняла бы таблетку от мысли о прошлом, Только где она есть, не сыскать уж, а жаль. И бессонница в ночь распугала овечек, Сбив со счетов сто тысяч на сотый раз, Как бесстыжий маленький человечек, Столь довольный эффектом своих проказ. Спасибо, спасибо большое. Алексей Попов, город Снежинск. Очень важное объявление, дорогие друзья. Алексей сам сделал свою гитару, Поаплодируйте ему, гитара великолепная. Ну, не знаю, я ее не подстраивал, Сейчас проверим. То солнце, то еще что-нибудь. Песня посвящается самым прекрасным, Самым красивым, самым талантливым россиянкам. Гитару слышно, Коля? Называется «Снегурочка». Мальчугану-фантазеру Зимней ночью снился сон, На заснеженном просторе Повстречал девчушку он. Так только в сказке случается, Косы по ветру разбросаны, Синекая красавица, Хрупкая, светловолосая. Разогнав ночную негу, Сон чудесный вспоминал, И красавицу из снега Он с любовью извоял. Как живая любому понравится, Словно белолебедь над плесами, Синекая красавица, Тонкая, светловолосая. Быстро годы убегают, Мальчик вырос, возмужал. Знаешь, чудеса бывают, Он девчушку повстречал. Я бы удивился тоже, Шла как легкий ветерок, На снегурку так похоже, Только он подумать смог. Белое, легкое платьице, Стройные ноженьки босые, Синекая красавица, Хрупкая, русоволосая. Может, сказки, может, были, Я рассказываю вам, Но встретились и полюбили Та девчушка, тот пацан. Много деток нарожали, Продолжая род людской, Но смолчать смогу едва ли, А дочурке их одной. Она из тех, кем отечество славится, Чистая, омытая розами. Синекая красавица, Хрупкая, русоволосая. Как Россия синекая, Милая, русоволосая. Милая, русоволосая. Спасибо большое. Пользуясь случаем, Не знаю, будут показывать это в Сосновом Бору или нет, Хочу передать большой привет моим землякам, Вадиму Харченко и Геннадию Мордвинову. Спасибо. Спасибо большое, Алексей. И я прошу прощения у Саши Каешко. Сашенька, у нас тут опять произошел такой сбой по моей вине. Выступала со стихами Дарья Аникина, А сейчас мы все-таки просим Нашу замечательную гостю из Парижа Анну Конташ со своими стихами. Аплодисменты. Добрый день. Сегодня я вам спою песню Александра Городницкого День рождения. Мой день рождения в окошко я смотрю, Сияет солнце с законной рамой. Я подхожу к календарю, Спасибо маме, говорю, Что в этот день она когда-то стала мамой. Я подхожу к календарю, Спасибо маме, говорю, Что в этот день она когда-то стала мамой. Мой папа мне всегда ужасно мил, Хотя порой бывает он упрямый Когда бы он иначе жил, и мою маму не любил Она тогда бы никогда не стала мамой Когда бы он иначе жил, и мою маму не любил Она тогда бы никогда не стала мамой И я хочу признаться, не то я И всех детей я буду лучше самой Пока б не знала вся семья, какой хорошей буду я Тогда и мама бы моя не стала мамой Пока б не знала вся семья, какой хорошей буду я Тогда и мама бы моя не стала мамой Я перееду в новые дома Когда сама я стану злостной дамой И я весна или зима, а дочке буду без ума Когда когда-нибудь сама я стану мамой Я весна или зима, а дочке буду без ума Когда когда-нибудь сама я стану мамой Вот такие стихи под музыку. Аплодисменты, дорогие друзья. Город Париж. Русский город Париж, где поют и пишут замечательные песни. Спасибо большое. Дорогие друзья, а мы приглашаем сосновый бор, наш любимый Александр Каешко. Саша, приготовится Ларисе Орловой. Хочу вы не хлопать, дорогие товарищи. Сосновый бор. Они нам такую погоду сделали. Не знаю, сколько это стоило, но погода замечательная. Саша, спасибо вам большое. Здравствуйте. Песня. Я ее назвал «Цыганей». Опа. Что за шум и что за звуки Слышу я в ночной степи? Неужели цыганский табак Повстречался на пути? Эй, цыгане, эй, цыгане, как завидую я вам. С вами песни, звон гитарный у вечернего костра. Я давно мечтал вас встретить, эй, цыгане, эй, цыгане, как завидую я вам. Эй, цыгане, эй, цыгане, эй, цыгане, эй, цыгане, как завидую я вам. С вами песни, звон гитары у вечернего костра. Спасибо. Спасибо. Нет ничего более русского, чем цыганская песня при хорошей погоде, да и при плохой тоже. Дорогие друзья, а завершает наших авторов исполнительный замечательный список Десногорск Лариса Орлова. Добрый день, дорогие друзья. Всегда приятно и отрадно петь для вас, творить свое творчество. Как сказала Наташа Кучер, голос появляется, наверное, в течение дня, но у меня, по-моему, не появился совсем сегодня из-за болезни. Ну, так сложилось, как есть. Запах детства. По дворе береза белая, пахнет яблоневый цвет, И рябина ветвь неспелая, и черемухи букет. И совсем не злой, но смелый, Лает старая собака, охраняет верно дом. Там тепло, и как когда-то, так светло, уютно в нем. Молоком налит окрынка, и душистые пироги. На столе пирог с малинкой, с легкой маминой руки. На столе пирог с малинкой, с легкой маминой руки. Вот и снова мне в дорогу грусть тревогу задая, Вновь с надеждой у порога будет мама ждать меня. И все тот платок с цветами, те же губы и глаза, Пряди стали лишь с годами, все седыми неспроста. Вот и снова мне в дорогу грусть тревогу задая, Вновь с надеждой у порога будет мама ждать меня. Вновь с надеждой у порога будет мама ждать меня. Будет мама ждать меня. Большое спасибо, еще аплодисменты, прекрасный голос. Еще одна номинация, товарищи, сейчас будет представлена на этой сцене. Это исполнители-солисты. А представляют их Вадим Егоров и Татьяна Витбор. Так много микрофонов, что заметалось аж. Вадим Владимирович, вам... Смотрите, нам исполнители, конечно, задали задачку с Вадимом Владимировичем, просто какую-то чудовищную, потому что, знаете, обычно потом на общих концертах стыдно представлять иногда своих участников, кто их отбирал, кто это такие, откуда они взялись. И каждый член жюри друг на друга кивает, твой, немой и так далее. А тут мы сидели и думали, что же делать-то, а делать-то что же? Как же быть-то теперь? Как жить-то с этим? Потому что, что не исполнитель, то просто подарок. Правда, молодцы, очень хороший уровень. Я вам хочу рассказать историю. Я вчера вспомнила и даже озвучивала по поводу жюри вообще, как это обычно бывает тяжело. На Грушинском фестивале в одном жюри сидели Сергей Яковлевич Никитин и Юрёш Висбор. И Юрёш Висбор тогда был председателем жюри. И у него было два голоса. Значит, Сергей Яковлевич Никитин проталкивал своего лауреата, Юрёш Висбор своего лауреата. И голоса были равные. Тогда... Мне очень нравится, как ты отца своего, папу, называешь по имени, отчеству и фамилии. Если я говорю Сергей Яковлевич Никитин, то я должна сказать... Сергей Яковлевич Никитин и папа. И папа. Понял. Римский. Так. Ну, в общем, в любом случае, значит, ровное число голосов они набрали. Тогда отец... Хорошо? Да. Батя. Значит, тогда отец говорит, я кладу ещё один голос, как председатель жюри. И решил, что он выиграет. Тогда Никитин послал гонца и привели Татьяну Никитину, которая тут же проголосовала за ставленника Сергея Яковлевича. В результате ставленник Сергея Яковлевича победил. И тогда отец мрачно сказал, Серёжа, я в следующем году всех своих жён привезу. А надо сказать, что у отца было их четыре, не считая мелких увлечений. Поэтому жюри – это дело ответственное, очень сложное. После того, что Таня сказала, я не знаю, что мне сказать. Ты участникам участникам. Да. Знаете что, мне этот фестиваль безумный, импонирует, чудный, волшебный. Но немножко какой-то он беззубый. В том плане, что куда-то исчезло совершенно понятие социума и социальной тематики. Куда-то исчез Александр Аркадьевич Галич. Да. Ты можешь сказать, что оповода нет. Ага. Сейчас. Ребяточки, я сейчас сделаю странную вещь. Я всеми воспринимаюсь как лирик, абсолютный лирик, такой до мозга костей, пишущий о любви, о цветочках. Ложное это, ложное. Это ложное. Поэтому сейчас вспомню два своих маленьких стихотворения, которых я не читаю. Сейчас захотел их прочесть. По руинам пустых дел, словно в вечной бредя жит, проживаю в стране, где никому б не желал жить. И гортанной трубой рта никому б не желал петь, потому что страна та – это омут хомут плетен. Среди вечных ее стушь, но согубленных ей душ, никогда не прощай ей. Их предсмертный парит вздох, как посмертный ее срам, видно, проклял ее Бог. Но другое не дано нам. Это один строчек. Я, видите, забыл строчку. И еще одно стихотворение, которое я никогда тоже не читал, но оно меня мучает. Потому что вот то, что вы сейчас услышите, оно короткое. Это восемь строчек, но последняя строчка меня мучает всегда. И я понять не могу, почему так. О, Господи, ну, сейчас. Одна секунда. Свою жену забыл в отеле, поэтому некому подсказать даже. Надо же. Ну, все. Да хоть я спою, а ты потом вспомнишь. Тогда лучше я вам прощу, я вам сказал про жену, я прощу сейчас ей признание в любви. И, может быть, я вспомню то стихотворение, хотя вот то оно важнее. В необузданном увлечении и встречном, путешествуя по долам и весям, я хотел бы провести с тобой вечность. Ну, не вечность, но хотя бы лет десять. Десять лет, увы, да кто же их даст мне, безнадежно выпадая в осадок. Не хочу в параличе или в вастме доживать с тобою этот десяток. Над гортанную струной и рояльной выдыхаю вместе звуки и строки. Года два. Вот это будет реально. Года два. Вполне разумные сроки. Жаль, что время не щадит нас, а месяц. В горе, в радости, в удаче, в беделье. Ну, давай не расставаться хоть месяц. Месяц много, ну, давай хоть неделю. Впрочем, что я о любви, как о смерти. Лучше ляжем, и рассвет нас разбудит. А давай не расставаться до смерти. А ты согласна? А потом видно будет. Валерий Чечет, тоже наш сотоварищ, вместе с нами практически оттрубил всех участников. Некоторым подсказывал, как... А? Да, да, конечно. Да, да. Как и гравля. В речке каменной пьются камни, По гранитным скользя камням. Древними каменными глазами Смотрят горы на меня. Древними каменными глазами Смотрят горы на меня. Смотрят горы сквозь серый вереск, Заклиная на перебой. Я каменею, почти поверив В их могущество над тобой. Я каменею, почти поверив В их могущество над тобой. Я не имею, поверив словно В риск на каменном краю. В их ледяную немногословность, Так похожую на твою. И с протянутыми руками В этой каменной стране. Я бы навек превратилась в камень, Чтобы ты поклонялся мне. Я бы навек обратилась в камень, Чтобы ты поклонялся мне. И так, дорогие друзья, Исполнители, солисты. Наталья Венина, Далее город Северск, Косолапов. Далее сосновый бор Владимир Малышев, Сергей Игнатов, Тоже сосновый бор, Данила Абдротипов, Снежинск, Балакова, Александр Воинов, Северск, Константин Ивашков и Владимир Кульцов, Деснокорск. Роман, знаете, а может быть нам свет выключить верхний? Нет? Как вы думаете? Вот я имею в виду фонари. Ну, как вы решите, так и правильно будет. Спасибо. И так, Наташа Венина, Железногорск. Вера Евушкина, «Мальчик строил лодку». «Мальчик строил лодку» И поплыл по речке в тихую погодку. Лодка острым носом Воду бороздила облако. Дорогу ей загородила. Мальчик въехал в облако Белое, густое, А за первым облако. А за первым облаком Облако второе, Облако пуховое, Облако из снега. А за третьим облако начиналось небо. Мальчик плыл не речкою, Мальчик плыл по Млечному, По пути проточному, В сторону в сторону Восточную. Мальчик плыл по звездам, В месяцу тянулся, Покатался по небу И домой вернулся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Город Северск. Господин Косолапов. Александр, да? Андрей, Андрей Косолапов. Приготовится «Сосновый бор» Владимир Малышев. Песня на стихи моего большого друга Владимира Долинского. Называется «Греция». ДОТОТОНИТО Малышев. ДОТОТОНИТО О SI В Грецию давай уедем От наших в юг куда-нибудь на юг И на краю лады, как балладу Я о любви своей тебе спою Давай поедем в Грецию погреть С тобой я отогрею свое сердце А если захотеть, уедем натаить Махнем туда, прям по морю пешком И никакая нас в Рубин-Сити Уж не заманит белым молоком Давай поедем в Грецию погреться С тобой я отогрею свое сердце Я не хочу туда, где все знакомы Хоть плачь, хоть бой, хоть смейся Хоть кричи Я так хочу соскучиться по дому О, а не сидеть в нем, греюсь у печи Давай поедем в Грецию погреться С тобой я отогрею свое сердце Давай поедем в Грецию погреться С тобой я отогрею свое сердце Спасибо Спасибо Аготина дыхает Аплодисменты Александр Косолапов Северск Супер Сосновый Бор Владимир Малышев Непростая сейчас ему, конечно, задача После такого выступления После таких потрясающих Я думаю, что Владимир мужчина серьезный И сейчас сделает что-то нам такое Очень интересно Дорогие друзья, а приготовится Сергей Игнатов Тоже Сосновый Бор Дело в том, что выбор мой не случайный Песню я спою По случаю того, что в мае месяце Я стал трижды дедушкой Песня Елены Гудковой Арбуз называется И вот теперь всем хожу и пою эту песню Повышаю рождаемость Говорят, эта песня благоприятствует Папа однажды купил в магазине С куцом хвостом полосатый арбуз Мы честно его пополам разделили Он был удивительно сладкий на вкус А после у мамы живот появился Скушала мама арбуза кусок Он где-то внутри у нее зацепился Он где-то внутри у нее зацепился И задержался на длительный срок Наша мама знатный толстопуз Носит мама XXL арбуз Как случилось это и зачем Больше я арбузов не ем Мама к врачу теперь ходит и ходит Врач говорит ей Все скоро пройдет Арбуз, мол, из вас постепенно выходит Но кажется мне, что он в маме растет Наверное, ему там тепло и уютно Живет в животе он, не зная забол Мама, шепнув ему доброе утро Мама, шепнув ему доброе утро Нежно рукой угладит живот Наша мама знатный толстопуз Носит мама XXL арбуз Как случилось это и зачем Больше я арбузов не ем Отец на руках теперь мамочку носит Словно свою ощущает вину Как ваши дела, он у мамы спросит И ухо приложит к ее животу Вот так мы однажды поели арбуза Но худо не может быть без добра Когда вдруг у мамы исчезло пузо Когда вдруг у мамы исчезло пузо То брат у меня появился тогда Наша мама знатный толстопуз Носит мама XXL арбуз Как случилось это и зачем Больше я арбузов не ем Больше я арбузов не ем Спасибо Демографическая песня замечательная Спасибо, спасибо Владимир Продолжает тоже сосновый бор Сергей Игнатов Приготовится Данила Абдратипов Здравствуйте, друзья Алексей Ивашенко Пора, мой друг, пора Подходит срок менять Ковбойку на сюрту Подходит время рвать Надежд своих оковы И в четверть силы жить Уже не в моготу И в мальчиков играть резону Никакого пора Мой друг, пора Порвем черновики Нет мочи больше Жизнь в плену У грешной плоти Пора пересчитать И взвесить за и против И сесть за чистый лист И остудить виски И все, о чем мечта Среди ночных костров Пора осуществлять Сомненья отгоняя И сердце не беречь От новых катастроф И не беречь кулак От скулы Негодяя Пора Мой друг, пора Мой друг, пора Сжимаются тиски Нам время не ума Так мужество добавит Пора Мой друг, пора Хоть как-то все исправить И сесть за чистый лист И остудить виски И остудить виски Подходит крайний срок Хоть что-нибудь решать Обратно на корабль Пора вернуться с бала И поздно начинать И рано завершать И надо продолжать Во что бы то ни стало пора Мой друг, пора Ведь мы еще крепки Ведь червь от нас отгрыз Не больше половины Пора Мой друг, пора На то мы и мужчины Чтоб сесть за чистый лист И остудить виски Чтоб сесть за чистый лист И остудить виски Спасибо Спасибо, Сергей Продолжает город Снежинск Данила Абдротипов Друзья, 17.30 Фильм и творческая встреча С Александром Моисеевичем Городницким 16 часов Лекция Александра Завенча Мерзояна А сейчас Данила Абдротипов Мой любимый Замечательный И неповторимый Аплодисменты, дорогие друзья Городу Снежинску Здравствуйте, друзья Здравствуйте, кого не видел Песня называется Про окно Автор Владимир Панчин Город Снежинск На окне стоит Цветок За окном стоит зима У окна горит торшер За окном густая тьма Здесь уют, тепла живет Там лежат снега, снега Здесь мурлычет серый кот Там гудит, гудит пурга Здесь кофейный аромат Здесь кофейный аромат И часы привычно бьют А за окнами стоят Беспредельность, неуют Мрак и холод пустоты Вечность, космос без конца Ну а здесь коснулась ты Прядь моего лица Запотевшее стекло Безразлично к холодам Хрупкой гранью пролегло Между здесь и между там И застыл оконный блок Будто истина сама Между миром, где цветок Между миром, где зима Между да и между нет Между тьма и между свет Между здесь и между там Лишь проем оконных рам Потрясающие, знаете, Снежинск, Данила И вот эта потрясающая музыка Сразу как-то стало легче дышать А зона появилась побольше Спасибо, Данила, вам большое И городу Снежинску Продолжает Балакова Ура! Ждем опять крутого слова От парней из Балакова Александр Воинов Надо бы выучить про арбуз песню Жду второго внука Что получилось Музыка Анатолия Калмыкова На стихе Сергия Ященникова Нам на любовь судьба дала Два дня Два дня и две коротких ночи И станет жизнь чуть-чуть короче И унесут меня дела Нам на любовь дала судьба Заката два и два рассвета Два дня невыносимой муки Ведь наша встреча разлуки Судьбы покорная раба Судьба дала нам на любовь Заката два и два рассвета Но катит прошлого карета К ошибкам старым катит вновь В карете этой едем мы Петляет память и дорога Два дня Как все-таки так много Досталось нам А кто из беды Не в силах удержать коней Летим опять в разлуку лета И боль нелепого рассвета Становится еще больней Нам на любовь дала судьба Два дня невыносимой муки Ведь наша встреча у разлуки Всему покорная раба Атомные страсти Балакова Спасибо большое Александру Провожаем его аплодисментами Константин Ивашков Ивашков Костя как правильно Ивашков Северский Приготовиться Владимир Кульцов Здравствуйте Виктор Третьяков Песня мне близка Да и жена Постоянно Просит чтобы я ее спел Решил здесь тоже спеть ее Тихо бродит над домами Зимняя ночь Мне преграды Мне преграды между нами Не превозмочь Дом твой белый колесницей Весь замело А кольцованною птицей Бьюсь Бьюсь А стекло И развеется в надежде дым Над крышею седою И останусь я как прежде Только с нашою Бедою Ты ведь тоже Так случилось А кольцованная птица И зима что нам приснилась Никогда не повторится ночь За окнами плывала Снежная Ах, какая ты была Нежная Мы с тобой нашли друг друга Значит, есть Бог Повторял он ночью в юга Каждый твой вздох Я проваливался снова Запах волос А потом всего три слова С губ сорвалось Этот мир Навек без срока Из любви был Богом создан Сколько же лет я одиноко Путь к тебе искал По звездам и не знал Что звезды эти На глаза твои похожи Если нет любви на свете Значит, Бога нету Тоже ночь Над городом плыла Грешная Грешная Ах, какая ты была Грешная Грешная Ночь Грешная Грешная Ночь Уважаемый жюри Допишите, пожалуйста Владимир Кульцов Булата Куджава Примета Грешная 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 Чтобы не было войны Надо Ворона Убить Чтобы Ворона Убить Надо Ружья Зарядить А как станем заряжать, Всем захочется стрелять. Ну а как стрельба пойдет, Ну а как стрельба пойдет, Пуля дырочку найдет. Вот, ей не жалко никого, Ей попасть бы хоть в кого, Хоть в чужого, хоть в своего, Лишь бы всех до одного. Во и боли ничего. Во и боли ничего. Во и боли никого. Во и боли никого, Кроме ворона того. Стрельнуть некому в него. Уважаемый Ариопак, значит, приготовьтесь, пожалуйста. Сейчас у нас будет выступать по номинации полный автор госпожа Карусева, если правильно фамилию произнес. Вы меня слышите, Карусева? Я, к сожалению, не знаю, как вас зовут. Да-да-да, она быстро начинает движение к сцене. Вот, она мне сейчас помахала, то есть она уже хорошо. Карусева – это полный автор, дорогие друзья. Сейчас мы сможем ее услышать. Как вас зовут? Марина Карусева. А откуда вы? Сосновый бор. Вот. Аплодисменты Сосновому бору. Благодарны за отличную погоду и за все, вообще за все. Спасибо большое. Мариночка, мы вас просим. Так, вот тут вот он. Нормально? Да. Такая вот песня вдруг родилась. Зачем, и к чему, и откуда взялась? Похоже на бардов, всех вместе взятых. Шестидесятых, семидесятых. Весна наступает, и в этот безумный сезон ты К чему-то стремишься, чего-то отчаянно жаль. А ветер весенний зовет, распахнув горизонты И манит в какую-то непостижимую даль. И я с тобой куда-то туда, куда-то туда, куда-то туда. И я с тобой куда-то туда хочу куда-то туда. Перешился, собрался все цепи, порвал и оковы. И только дорога теперь у тебя впереди. Дигзаги, вершины, обрывы и снова, и снова. Зовут тебя дальше и дальше, а значит иди. И я с тобой куда-то туда, куда-то туда, куда-то туда. И я с тобой куда-то туда, иду куда-то туда. Но люди, увы, не всегда и не все понимают Зовущих речей и горящих свободою глаз. И крутят они у виска и тебя посылают Кому как позволит широкий словарный запас. И я с тобой куда-то туда, куда-то туда, куда-то туда. И я с тобой куда-то туда, тоже куда-то туда. И я с тобой куда-то туда, куда-то туда, куда-то туда. И я с тобой куда-то туда, тоже куда-то туда. Вы понимаете, почему у женщины сильный пол, да? Куда-то туда, а я с тобой. Почему, да, вы знаете, почему у жены Бардов не уходят от них? Потому что не в чем. Как-то так вот все происходит. Спасибо большое нашим участникам. Похлопайте, дорогие друзья, нашим солистам. Татьяна Висбор и Вадим Егоров работали с конкурсантами в номинации автора музыки. А человек, который меня просто потряс своим гражданским мужеством, скромностью и мастерством владелья шестиструнной гитарой, сейчас медленно и серьезно подходит к сцене. Зовут его Валерий Чечет, все начинают хлопать. Все, кому он сегодня играл, помогал. Я думаю, что надо ему дать главный приз фестиваля за мужество и героизм, проявленный в борьбе с авторской песней. Он победил. Он придал этой авторской песне гуманистический вид, человеческие черты и потрясающе исполнил все песни, которые он еще исполнит. Похлопайте этому человеку, пожалуйста, дорогие друзья. Валер, давай. Я даже не знаю, это очень смешно и классно. То, что он делает, Миша, это замечательно. Я, на самом деле, сейчас мне надо как-то прийти в себя, потому что я хочу спеть одну песню. На самом деле, я хотел немножко про исполнительство поговорить. Ну, убежишь, ну, убежишь за горизонт, а ведь уже не тот азарт. Какой, скажи, какой, скажи тебе резонт, когда не держит тормоза? Когда другим глядеть в глаза, как раньше, просто нету сил. И от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. Вот так всегда, когда проходишь рубежи, где без расплаты чудеса. И навсегда однажды выдумана жизнь, а в самом деле полчаса. И остается только ждать под синью напряженных жил. И от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. И стук колес, и сердце стук во сне сливаются в один. И шелест книг, и синий свет в витрин, все это позади. Осенняя печаль и солнца свет, на всей земле единственный пожар. От ветру травы, как где-то от любви, ресницы задрожат. Я знаю, нет твоей вины, как нет конца пути. Я знаю, что продолжить надо путь, хоть некуда уйти. И остается убеждать себя, что нет причин для правды или лжи. И от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. А за окном, а за окном летят года по рельсам этих дней. И только на губах слезиночка дождя вдруг стала солоней. Как мне понять, как угадать и прикоснуться к шепоту рассыпанных волос. И от себя не убежать, и остается только ждать и слушать стук колес. И от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. Мелькнет удача, мелькнет удача, та, которую ты так не дорожил. И от себя не убежать, и остается только ждать и жить, как жил. Спасибо. Валерий Чечет. Спасибо большое. Низкий поклон. Очень сложно почувствовать чужую душу, а передать ее, так как он это делает, сложнее вдвойне. Спасибо огромное. Ну, а сейчас мы будем приглашать номинантов. Я разволновался даже, господи. Авторов музыки. Город Димитровград, господин Артамонов. Аплодисменты. Приготовится Трехгорный, Волково, далее Овчинниково и Стулова, Новоуральск. А как вас зовут? Александр Артамонов. Город Димитровград. Ничего, что я не один, да? Он один не умеет петь. Раз. Это что? Песня на стихи Евгения Юпушенко не восстанавливается. Песня на стихи Евгения Юпушенко не восстанавливается. Свеча растает на столе, Не восстанавливается. Рубанком ловких технорей Стик за кудря вливается. А прелесть пушкинских кудрей Не восстанавливается. От стольких губ, как горький след, Лишь вкус отравленности. А вкус арбуза в детских лет Не восстанавливается. Тот, кто разбил семью к другой, Не приноравливается. И дружба, хряснув под ногой, Не восстанавливается. На поводках в чужих руках Народы страны боются. А люди даже в облаках Не восстанавливаются. На мордах с медом на устах Свет окровавленности. Лицо однажды мордой став, Не восстанавливается. Лишь при восстании стыда Против бесстыдности Изменим страшного суда Сплошной пустыдности Лишь при восстании лица Против безликости Жизнь восстанавливается Своей великость Своей великости Своей великости Своей великости Спасибо В 2012 году Волгоград, дорогие друзья, это лауреаты этого фестиваля, это профессионалы, замастеровались под любителей, одели майки, не брились специально два дня. И я хочу сказать, трио Мещути называется, трио имени Мещуков. Спасибо большое, ребят, потрясающе, потрясающе просто. Вот спасибо огромное, низкий вам поклон за мужскую тему в нашем женском обществе, к сожалению, к счастью, не важно. Дорогие друзья, город Трехгорный, Наталья Волкова. Добрый день. Самая мирная песенка. Песенка про рыженькое чудо, про Аленку. На стихи Татьяны Алексеевой. Город Королёв. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Рыженькое чудо озорное, до чего кудряшки хороши, Ей свои веснушки щедрою рукою Подарило солнце от души Маленькой принцессы восседает На широких папиных плечах Детские ладошки шею обнимают Радость бесконечная в глазах И солнце наслаждаясь Чепечут птицы звонко А на плечах у папы Так ехать хорошо Прохожим улыбается Глазастая Аленка С улыбкою встречает Аленку Мир большой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла Отражаясь в солнечных витринах Рыженькая девочка плывет И тепло на сердце от такой картины И душа восторженно поет Ласкою родительской согрета От невзгод теплом защищена Пусть живет Аленка на большой планете Пусть же будет счастлива она И солнцем наслаждаясь Щепечут птицы звонко А на плечах у папы Так ехать хорошо Прохожим улыбается Глазастая Аленка С улыбкою встречает Аленку Мир большой Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- И еще одна Наташа, Новоуральск, Овчинникова. Наташа, встречаем, дорогие друзья. Песня на стихи Натальи Нутрихиной называется «Вечные шахматы». Смотрите в шахматную доску, Как в зеркало тревог и бурь, Как символично, как непросто Перемещение фигур. Полна решимости и гнева. То наступая, то юля, По полю скачет королева, Спасти пытаясь короля. Спасает девочка от двоек, Когда стоит он у доски. Жена спасает от попоек, От дурости и от тоски. Король, о, как вы все похожи, Сидит, ворчит, чего-то ждет. Он многое умеет тоже, Но дальше клетки не пойдет. В эпоху древности и в эру Космического корабля По полю скачет королева, Спасти пытаясь короля. Ей все заранее известно, И в том числе судьба своя, Должно погибнуть королевство, Когда не станет королем. Спасибо, Наташа. И Татьяна Столова завершает номинацию Авторов музыки. А готовятся дуэты и ансамбли, Уважаемые друзья. Я пою стихи Анастасии Никутшиной. Вместе счастья нам не праздновать, Урассвета на краю. Мы с тобою слишком разные, Чтобы жить в одном раю. Только ветры непокорные Мне расскажут о тебе. Мы с тобою слишком гордые, Чтобы плакать о судьбе, Чтобы плакать. Полетим по небу искровим, Друг за другом по следам. Мы с тобою слишком близкие, Мы с тобою слишком близкие, Чтоб расстаться навсегда. Как забыть свидания нежные, Как не думать о было. Мы с тобою слишком грешные, Мы с тобою слишком грешные, Чтобы небо помогло, Чтобы небо Стать другою не сумела я, Но душа не просит мук. Мы с тобою слишком смелые, Чтоб бояться всех разлук. И пускай не будем вместе мы, Ни во сне, ни наяву, Мы с тобою слишком честные, Чтоб обманывать судьбу, Чтоб обманывать. И пускай не будем вместе мы, Ни во сне, ни наяву, Мы с тобою слишком честные, Мы с тобою слишком честные, Чтоб обманывать судьбу, Чтоб обманывать судьбу. И так мы закончили номинацию Авторы музыки. Ну а сейчас, дорогие друзья, У нас осталась одна самая потрясающая номинация, В которой нас, судя по выступлениям тех, кто был, Ждет немало прекрасных мгновений Общения с лучшими произведениями Нашей страны, дорогие друзья. Я вот эти люди, которые сейчас здесь были, Ушли, я… Ну, понимаете, если я кого-то обидел, Я прошу прощения, Дело в том, что задача ведущего Как-то вот это все дело связать, Да, и как получается, так и получается. В конце концов, я быстро бегаю, Если кто-то хочет меня потом убить, Я побегу вот в том направлении, Значит, можете это сделать Только вне территории нашего Замечательного пансионата. Спасибо большое. Еще раз аплодисменты звукооператорам. Ребят, спасибо вам большое. Ну, а сейчас номинация Музыкальные коллективы. Через года и без надёги Идут крылатые и легкие Две светлых песенных дороги Вадим Валерий Мещути И очаровательная Веста Солянина. Вот это замечательное трио, дорогие друзья, Взяло на свои плечи Неимоверно тяжелую задачу оценивать Творчество коллективов музыкальных тех профессионалов. Мы уже все поняли, которые здесь выступали. Вам слово. Сейчас перед вами будет представлено Фантастическое, в общем-то говоря, Эстетическое музыкальное наслаждение. Потому что, по моему мнению, Сравнивая на других фестивалях, На которых доводилось бывать ансамблевые мастерские, Эта мастерская была, наверное, самая-самая выдающаяся. Наслаждайтесь. Вадим Валерий Мещуки на сцене. Друзья. Можно? Роман, можно мне добавить в монитор этот раз? Да. И можно мне... Роман, я не предвеждал? Немножко холечко на мою гитару туда, в портал. Друзья, что хочется сказать, еще два слова. Мы с Валерой ансамбль «Люди». Начинали мы еще в далеком 77-м году в городе Рига. У нас был ансамбль под названием «Домино». Может кто-то слышал? Было нас пятеро. Да. А потом нас стало четверо, потом трое остались. Согращались, да. И вот с 89-го года мы вдвоем с Вадимом мы отлично представляем, как тяжело собираться и репетировать ансамблю. Спасибо. Это отдельный разговор, потому что мы даже с Вадимом вдвоем собраться теперь уже сложно нам... Собираемся только на концертах и репетируем иное вот здесь, вместе с вами. Да. Так получается. Как следующее произведение, которое мы написали буквально недавно. Оно еще не записано. Что хочется сказать? Вот тот, кто знает наши песни, он все поймет. А кто не знает... В принципе, мы поймем сейчас для своих друзей, которые знают наши песни, надеюсь. А если вы не знаете наши песни, то вы сейчас их практически все узнаете. Членов жюри-то тоже надо как-то поблагодарить, на самом деле. Вот. И отдельно я еще раз, я не перестаю просто восхищаться работой наших звукорежиссеров. Да. Особенно это важно. Особенно это важно для ансамбля. Мы знаем, как тяжело настраивать в такой обстановке сразу так быстро. Вот ансамбль выходит, один ансамбль, второй, третий. Это очень сложно. Действительно. Группа Романова, спасибо вам большое. Спасибо. Поплодируем нашим другим. К этой песне предложили руку наши друзья Алексей Морозов, Леонид Сергеев, Владимир Мищук и даже я, который как бы не сочиняю стихов, тоже к этому предложил руку. Сад Евсиманский, звезда над равниной, Град Леденцовый, снежок поутру, Ночь новогодняя, клюв журавлиный, Рижский вокзал на московском ветру. Если все это однажды приснится, Горечи спить из земного ковша, Вновь защебечет бродяжка синица Божьего корма запросит душа. Снова почудится над головою Ангела Божьего легкий полет. Небо прольется водой дождевою, Бьющей о крышу всю ночь напролет. И по Москве милицейскую ночью Нас повезет молчаливый дебил, Но не отыщет и старый завозчик Дворик, в котором Татьяну любил. Сад Евсиманский, звезду над равниной, Град Леденцовый, снежок поутру, Ночь новогоднюю, клюв журавлиный, Рижский вокзал на московском ветру. Всех уходящих простит Балестина, Где нам уже не бывать никогда. Слезы раскаяния блудного сына Смоет с ладони живая вода. И забывая разлуку невзгоды, Мы улыбнемся любимым своим. И под прощальный кудок парохода Всех провожающих благословим. Сад Евсиманский, звезду над равниной, Град Леденцовый, снежок поутру, Ночь новогоднюю, клюв журавлиный, Рижский вокзал на московском ветру. И как счастливые годы застолья, Не замечая безумства стихи. В маленькой кухне присядем за столик, Лучших поэтов читая стихи. В небе зеленом, над облаком красным, Вместе с осенним листвой закружись, Не забывая насколько прекрасна Наша беспечная вечная жизнь. В небе зеленом, над облаком красным, Вместе с осенним листвой закружись, Не забывая насколько прекрасна Наша беспечная вечная жизнь. Не забывая насколько прекрасна Наша беспечная вечная жизнь. Спасибо. Спасибо. Миша, давай, начинай. Мы уже говорили это, я еще раз скажу. Разволновались все, что Родина это не территория, Родина это музыка и слова, Которые поют Вадим и Валерий Мещутий, Вадим Егоров, Вот эти все люди, которые сегодня здесь. Веста Солянина. Вот это и есть наша Родина, дорогие друзья. За нее мы воюем и побеждаем. Спасибо. Веста Солянина продолжает приготовиться нашим замечательным коллективом «Зеленая лампа», «Баумана», «Случай из практики» и так далее. Я всех сейчас назову. Ирина Брухфинкель, Аист. Не ждала, не берегла времени, Она сущно мне пеклась к хлебе, А потом я обрела зрение И увидела тебя в небе. Я не знаю, кем ты был ранен, В чьем столетии и в каком ранге, Но меня своим крылом ранил, А потом ко мне пришел ангел, Говорил, что надо жить проще, О небесных не мечтать в далях, Что стоит в графе любовь, прочерк, И что многие тебя ждали. Я об этом наперед знала, Но надежды прорастал стебель, В сновиденьях мне тебя мало. Я хочу с тобой летать в небе, Не за тем, чтобы в других зависть, Не за тем, чтобы в графу любит. А потом к нам прилетел Аист, И мы зажили, как все люди. А потом к нам прилетел Аист, И мы зажили, как все люди. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я вот сейчас слушал. Дорогие друзья, зеленая лампа. Приглашаем на сцену. Пока они идут, я буду заполнять паузу. Я сейчас слушал вот это все и думал, Что надо сделать на первой программе, В прайм-тайм, Такую программу, Которую будет настоящее искусство. Чтобы вот по первой программе Показывали не этих полуголых девок, Которые задирают ноги в трусах, А вот это вот все, Вот это показывали, Вот это чтобы люди слушали и понимали, Что такое настоящее искусство. Веста Солянина. Спасибо большое. Аплодисменты. Дорогие друзья, Город Железногорск И группа Зеленая лампа. Это мои родственники практически. Братья и сестры, Как говорили в определенное время. Да. Дорогие друзья, Встречаем этот потрясающий коллектив. Приготовьтесь, пожалуйста, К встрече с настоящим. Продолжение уточнений. Продолжение встречи с настоящим искусством. Зеленая лампа. Вадим Егоров. Ночь на велении. Слева нет. Слева нет. Плодолжение следует... Плодолжение следует... Плодолжение следует... Треть остывший костер на берег брошен и весла, В месяц вонзается острым шпилем костер. Вечный преданный страх в речке полощется лима, И глубоко под обрывом греблет уставший лодочка наша, Путлый кораблик наш. Ночь на Латвийской реке, неописуемо либо, Плещется в галуе рыба, как на кель шорох звериных шагов. Дальние ельники полнят их полнолуную полноть, Мерно проносят по лесу лоси кроны своих рабов. С каплей росы на щеке по заболоченной тропке Выдубит шумно и ровко в спящей реке, Черная шепчет вода, И на тишай шевеленной По середине вселенной Плавно снижаясь, кружится айс. У своего гнезда О-о-о-о! Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, высокий полет настоящего творчества продолжает еще один мой любимый коллектив, который я полюбил два года назад в городе Волгограде. Начинайте движение, да, мужики. Тем более, что я хочу от себя сказать, что, к сожалению, очень мало настоящих мужских коллективов, которые не орут на сцене, не кривляются, а просто вышли, взяли аккорд, взяли ноты, и все сразу поняли. Вот эта сила, вот эта красота, вот это настоящее искусство. Ансамбль Баумана 33, город Димитровград. Встречаем. Не совсем правильно. Ансамбль Баумана 33, имени Мещуков. Примазался тут же. А, стоп, извините. Песня Алексея Аполлинарова, Дания. До свидания, Дания. Планы свечи, дроник в ночи, Это дыхание ветра. Птица-луна возле окна Звездным махнула крылом. Черная кошка на белом снегу Кляксы чернильной застыла. Нужно взлететь, но не могу Держит незримая сила. До свидания, Дания, Дания. Выпускай свои стрелы из внука. Не найду оправдания, Дания. Шепот листвы, шорох травы, Это предчувствие ливня. Звездная пыль на сотню миль Предупреждает зарю. Белые птицы на черной земле Стая готовая к взлету. Листья разбросанные на столе Книгою без переплета. До свидания, Дания, Дания. Выпускай свои стрелы из внука. Не найду оправдания, Дания. До свидания, Дания. Это разлука. До свидания, Дания, Дания. Выпускай свои стрелы из внука. Не найду оправдания, Дания. До свидания, Дания. До свидания, Дания, Дания. До свидания, Дания. Выпускай свои стрелы из внука. Не найду оправдания, Дания. До свидания, Дания. Разлука. Спасибо. И струна у них порвалась. Ребят, скажите, вы специально струну порвали, да, вот чтобы было круто? Спасибо большое. Аплодисменты. Баумана 33 Дмитровград, дорогие друзья, продолжает Лесной случай из практики Так называется эта замечательная группа Приготовится Зеленогорск Дуэт Сафронова-Ростовщикова Далее Снежинск Андротипов-Сергадеев И завершит триокомпромисс Трехгорный с двумя песнями Песня Владимира Панишина Лиот Лиот Уже который день подряд И лишь об этом говорят Как будто других Проблем давно в помине нет И на дожде сошелся свет К линам от утра до темна От темна до утра От дождя пелена От чего-то хондра От чего-то хондра От дождя пелена От чего-то хондра Лиот И почвен стоит ли о том Все образуется потом И будет опять Хватать и солнца, и тепла За все, что нам не додала Осень Только вдруг полоснет В лихребинку мочом Все как надо идет А дождик не при чем Лиот Затянут хмарью горизонт Шагая, спрятавшись под зонт По лужам А мир Живет осенней суетой Согласно истинный простой Вечной Неспроста и не вдруг Повторится не раз Этот замкнутый круг И при нас, и без нас Может в этом и есть Суть и тайная мить Ни о чем не жалеть Никого не винить Ни о чем не жалеть Никого не винить Ну я конечно не знаю Но я не представляю Как можно вот это журить Вообще с ужасом Ну да Только наверное вот наши члены жюри знают Поаплодируйте жюри пожалуйста Лучше бы дали яму копать Чем вот это журить Потому что сами понимаете Да Спасибо И вот А к сцене двигается Замечательный дуэт Из Зеленогорска Так написали Сафронова-Ростовщикова Товарищи Сафронова и Ростовщикова Еще раз хотим напомнить Дорогие друзья Женщина в России Сильный пол Мужчина прекрасный Вот сейчас мы в этом Лишний раз убедимся Аплодисменты пожалуйста Вот Приготовится дуэт Из Снежинска Дракипов-Сергадеев И напоминаю Что в 16 Сразу после окончания У нас будет лекция Сан-Завинча Здесь Здесь же Прямо здесь Пожалуйста Михаил Щербаков Душенька О чем молчишь ты снова? О чем грустишь ты, душенька? Скажи мне хоть полслова А я послушаю послушника Ведь есть слова Такие разные Ужасные Прекрасные Великие Безрегие А мы все Безъязыльие Слова-то у людей Незметны Хитрые Хитрые Укоризнены Наградой Они Нам Посмертной А вот Мученьям Они Нам Пожизненны Но как Живом Без них Темно Сердца Как Душно Вам Как Тесно Вам Но Снова Произносятся Не те Слова Не те Слова О чем Вы Разговоры Тебя Брат Не Присытили Опять Весь Мин Вокруг Актеры А мы С тобой Простые Зрители И кто-то Так Другой Над Сценою Давно Пропел Мои Слова Дрожащие О том Как Я Люблю Тебя Бесценная Люблю Тебя Дрожащая Спасибо 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 большое И главное закончили на мажоре Это правильно Товарищи Все должны заканчивать на мажоре Кто хочет стать лауреатом На мажоре должны заканчивать Это шутка Дорогие друзья Мои любимые Замечательный дуэт Данила Абдротипов И Илья Сергадеев Курат Снежинск Гармонь Гитара И широкая Русская душа Дорогие друзья Субтитры Дорогие друзья Субтитры Лето Страх Меняется всё Горит без следа И в танце кружится Та пьяная птица Пьяная птица От птицы нельзя Нет, просто нельзя И как оторваться? Кричат мне друзья Погибнешь зря А я всё своё Буду ей любоваться И тайный запрет Как страшный завет Меж нами явит свет О боже, зачем Ты создал рассвет Пусть танца Кружится Та пьяная птица Пьяная птица Пускай Та пьяная птица 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 И снова один И тоси за мной Ну что мы как дети И капля лена И манит она Яркие-яркие Сладкие сети И снова луна И звёзд Череда О боже, как быстро Меняется всё Горит без следа И в танце Кружится Та пьяная птица Та пьяная птица Годбай! Данила и Илья Я объявляю вам благодарность от Сейл-десантников России Во-первых, за то, что вы не стали играть в вступление Спасибо отдельное жюри За это раз И второе, за использование русских инструментов Там вельтмастер, фендер, вот Гормон-чайка Форрэнс Молодцы ребята Настоящие патриоты Ну а феерический концерт, который сейчас нам устроили вот эти замечательные профессионалы Мы хотим попросить закончить город-герой трёхгорный Триокомпромисс, которому волею судеб выпало спеть две песни Спасибо Встречаем аплодисментами Владимир Васильев, песенка «Ткачей» А нас попросили так, нет? Атланты? Александр Городницкий, атланты Когда на сердце тяжесть и холодно в груди К ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди Где без питья и хлеба забытые века Атланты держат небо на каменных руках Атланты держат небо на каменных руках Держать его махину не мёд со стороны Напряжены, напряжены, колени сведены Их тяжкая работа важней иных забот Из них ослаб не кто-то И небо упадёт Из них ослаб не кто-то И небо упадёт Во тьме заплачут вдовы Повы горят поля И встанет гриб лиловый И кончится земля А небо год от года Всё давит тяжелей Дрожит оно от гуда Ракетный кораблей Стоят они, ребята, отточённые тела Поставлены когда-то, а смена не пришла Их свет дневной не радует Им ночью не до сна Их красоту снарядами Уродует война Стоят они навеки, упёршил бы в беду Не боги, человеки, привыкшие к труду И жить ещё надежде до той поры пока Атланты неба держат на каменных руках И жить ещё надежде до той поры пока Атланты держат небо на каменных руках Атланты держат небо на каменных руках Владимир Васильев. Песенка «Ткачей». Когда глаза таращат, страх решается не всяк, Набравшись смелости сказать, я вижу это так, Трусливый замирает дух, Куда надёжней тонкий нюхок, Приходится всерьёз решать одно из двух. Либо ты дурак, либо не на месте, Либо не на месте, либо ты дурак, Либо ты дурак, либо не на месте, Либо не на месте и дурак. Привольно дерзким лавкачам у короля служить, Легко искуснейшим ткачам комзол из лести сшить. Придворный лёд всегда готов, В его красе прозрачней ткани не сыскать, Мы не напрасно взялись ткать, Чтоб мог народ в конце концов о короле сказать. Либо он дурак, либо не на месте, Либо он дурак, либо не на месте, Либо не на месте, либо дурак. А как всё правильно? Вот так останавливает тебя человек, Начинает тебе что-то говорить. Ты думаешь, дурак он или сволочь? Долго думаешь, а потом думаешь, Слава Богу, дурак. Слава Богу, давай пойдём покурим с тобой. И пошли покурили, и он ушёл куда-нибудь. Дорогие друзья, во-первых, огромное спасибо ещё раз звукооператорам, аплодисменты. Во-вторых, низкий поклон всем, кто сегодня здесь выступал, Потому что, знаете, мы всё поняли, здесь переодетые профессионалы, переодетые любителями профессионалы, жёсткие, особенно это касается Баумана 33, моего любимого. Одели маяти драные специально, не брились три дня. Вот, вы, наверное, выпивали иногда, чтобы замастероваться под этих, под чайников, да? Но мы-то знаем, что у вас в душе кроется жёсткий профессионализм. Спасибо вам огромное, и аплодисменты нашему жюри, которому сейчас предстоит непосильная задача. Как они с ней справятся, я не представляю, дорогие друзья. Хотя у меня два высших образования, я служил в генеральном штабе. А сейчас нас ждёт, дорогие друзья, очень интересная и важная вещь в жизни каждого, кто говорит на русском языке. Есть у нас люди, которые знают, как всё на самом деле было, с точки зрения того, что первым было слово. И возглавляет этих людей наш любимый Александр Завенович Мирзаян, которого недавно был день рождения. Давайте вместе крикнем ему поздравляем. Три-четыре. Поздравляем! Поздравляем! И сейчас он согласился, несмотря на всю свою занятость, нам прочитать лекцию о вещах, неизвестных обычному уму. И я хочу сказать, что надо это послушать, потому что в нашем безумном мире, где непонятно, где верх, где низ, где лево и право, я постоянно использую скудные сведения, подчёркнутые отрывочно из его высказываний, когда он выступал на сцене. И это позволяет бороться с залом, со слушателями практически на равных. Александр Завенович, да, да. Поэтому, дорогие друзья, значит, приготовьтесь к продолжению встречи, продолжение к встрече с настоящим, настоящее искусство. А сейчас будет настоящая жизнь, которую нам расскажет Александр Мирзаян. Спасибо!